тем про собчак пришли все равно блять к ней пришли вот мне очень интересно я знал что ты будешь реагировать секунд примерно так секунду вот мне прислали сейчас только что фотографию девчонки которая общалась с нами в одном кругу и прислали ее ценник с телеграма пожалуй скорбь да да она всю дорогу была в компании все нормально все то есть вот так с ней а вот в этот момент и осуждаешь девушку если у нее же понимаешь нужда вынуждила вынудила вряд ли она от хорошей жизни пошла туда нет я сто процентов считаю что женщина которая продает свое тело в современном мире она мразь артем калайджан блогер сценарист когда тер слушай можно перебью в этом моменте потому что когда честно скажу для меня блогер это не оскорбление я люблю уважаю эту всю тему но я тут не могу до конца понять почему я блогер потому что я по сути ничего особо не вещаю там ничего не блогерствую и я все что сделал это какой-то сериал в интернете и где был актером если это считается блогерством видимо если ты живешь в интернете в принципе то значит и блогер да ну и как минимум википедии так про тебя написано да ну ладно тогда а вики ну ладно когда и в кинопоиске так про тебя написано кажется и в яндексе так про себя написано все-таки блогер да блогер актер сценарист она нормально ну тебя так воспринимают люди мне если честно уже нравится когда говорят не блогер а ютубер ютубер да она как-то современнее и свежее звучит ну я не слышал кстати youtube тёмыч ты родился в сухуми да ты абхаз нет нет но сейчас а почему типа все если ты там родился вообще в абхазии живет очень много армяне и знаешь очень много но там если по моему в процентном соотношении что-то больше 30 процентов даже из всего населения это армяне это другие армяне которые не имеют отношения к самой армении это в основном те армяне которые убежали со времен геноцида еще стоя история османской вот этой всей темой который еще ты сколько лет там назад было это вот эти армяне которые вот оказались в абхазии амшенские армяне то есть предки таким образом там оказали меня не все предки армяне у меня дедушка который жил конкретно сухоми он сбились он грузин бабушка моя армянка и вот они жили сухоми ты бывал там конечно ездишь туда ты что я это я обожаю я там во первых все свои детские каникулы проводил это мои самые любимые воспоминалки у меня сейчас есть стендап я езжу поэтому по городам и я там рассказываю про это много как я проводил время с дедушкой и вот для меня вообще время которое проводил с дедом там она какое-то особенное и мне есть ощущение что я это он его сейчас не стало и как будто он со мной я я не знаю как объяснить какая-то ну кто знает меня и кто знал моего деда они говорят что это какая-то реинкарнация типа вот он ты и визуально и душевно и все и все а он бы много занимался прямо мной да нет я просто к нему приезжал и как бы проводил там больше всего времени в своем детстве я провел вот с этим дедушка когда девяносто четвертом году девяносто третьем война в абхазии закончилась девяносто четвертом меня уже отправили к нему на летние каникулы я тогда начал сомневаться в том что меня родители сильно любят потому что я говорю как как можно было сразу после войны меня просто отправить летние каникулы но тогда времена были сложные родителям было сложно и бабушка крита все здесь нормально уже можно в принципе детей отправлять и я туда ездил каждый год практически летние каникулы проводил там тебе тяжело там жилось или легко так как ты не абхаз и не свой был но да нет там таких вопросов опасный абхаз почему я не понимаю этот вопрос ну типа все равно армянин корни такие там что он у нас делает и так далее есть такая коренная история во первых мы жили на улице где живут одни армяне так армянская улица глиндейл когда как в америке но там получается что не мало того что армяне вас в основном то еще все мои родственники были то есть это была там родная сестра моей бабушки ее дом чуть еще ниже моего деда двоюродный брат его дом там чуть дальше вторая родная сестра моей бабушки и мы вот так вот тусовались все внуки собирались там и я вообще не чувствовал что на национальной почве никаких проблем не было да нет нет какие вопросы там я даже не слышал такого чтобы кого-то что больше всего ты ценишь в абхазах почему ты это спрашиваешь интересно потому что это твое начало вообще да я так и все родился но я смотри я там родился но я же там не жил никогда я просто так получилось что этом родился в тот момент когда мы то есть война началась мы уже до этого оттуда уезжали то есть переезжали у меня отец насколько мне известно он вообще хотел чтобы мы переехали жить в австралию и он готовился к этому ездил москву там анкеты заполнял визы хотел почему в австралии ну у него такая мечта была прикольно хотел семью перевести в австралии ему нравилось потом канаду он рассматривал уже чуть позже но и я там родился просто оказался вот мама в тот тот период там было и родила меня в абхазии получается и но если прям теперь интересно все как было то война во время войны я там был получается что мы уже отец планировал переезжать все полностью то есть и он крайне раскрыт съездим на лето к бабушке и мы приезжаем туда всей семьей и где мой дядя папе говорит ну то есть типа вы сейчас переедете уедете поехали один раз кайфа не у меня из они вдвоем уехали купил на украину на охоту не знаю на кого они охотились но они поехали на охоту и мы там с мамами там дети все остались у бабушки с дедом дома и проходит несколько дней просто просто вот резко внезапно начинают перестрелки стрелять бомбер ну это ребенок маленький 5-6 лет не я во дворец и вижу как летать начинают вертолеты и все такое и брата потеряли брата родного него мама плачет не можем найти но все поняли что война уже началась а я знал где он прячется когда мы в прятки играем и мама мне ты знаешь он всегда он настолько настолько не креативный вообще от меня сильно отличается он в одном и том же месте всегда прятался и я просто пошел туда сразу и понял что он там спрятался и вот он сидел в подвале там за ящиками и нашел и мы долго мама думала нас как оттуда вывозить потому что очень сильно примут это вот все началось захват города был там то есть трех сторон если я не ошибаюсь зашли и был какой-то теплоход который вывозил людей беженцев но кто-то там это спасали людей в общем эвакуировали и мама говорит я знаю папа приедет я знаю папа приедем и никуда не уедем ну и она горит если он завтра не приедет то послезавтра уже уплывем на теплоходе и он завтра приехал теплоход если не ошибаюсь тот за что-то короче снаряд в него попал и он утонул короче кто такая история папа приехал и нас забрал в машине там в маленькой машине человек 89 вот так в машины все залезли у нас там было бы отца была машина у дяди и мы вот выезжали из города и когда из сухуми выезжаешь ты был бывал там вообще там на вы здесь такие высотки и вот я помню возле этих высоток нас останавливают игре дальше нельзя ехать там на мосту очень серьезный бой идет то есть вы не проедете просто и солдаты нас вытащили из машины и в канализационный люк в туда в этот под под землю нас засунули да мы детьми там летит вертолет сверху все обстреливает и папа грит была не была короче едем и я знаю другую дорогу и мы по какой-то другой дороге вот прыгнули в машину и приехали вот оказались сочи слушай но это детская травма такая своеобразная осталась она как-то преследует те в жизни но я не сказал бы что я боюсь но я понимаю тех людей которые например сейчас находятся в такой ситуации но страха какого-то нет есть у меня знаешь как и после этого каждый раз когда мы ездим в абхазию туда сухомик родственникам кому-то это всегда почему-то либо похороны либо что-то либо кто-то но горя какой дедушка умер бабушка умерла и я каждый раз когда туда еду вот это смешанное состояние конечно что мне кажется что то есть с негативом ассоциируется понял вот вот такое такое райское место очень красиво там безумно красиво но из-за того что вот у меня в памяти такие вещи отложились видимо я вот так реагирую мне там как-то неспокойно спать вот наверное это правильно будет есть я не могу там просто закрыть глаза и заснуть хотя одно время много провел летом всегда стрёмно было я бежал к бабушке в комнате спал с ней все равно а кто сейчас остался у тебя из родственников там много папина сторона в основном с маминой парочка есть есть но ночью по именам перечислить как есть кто в то время воевал у меня есть дядя который даже двое они воевали в то время он весь в ранениях у него очень много осколков снаряд попал и осколки в него все там кое-как выжил там живут но они там хорошо живут сейчас нормально себя чувствует принципе им нравится и и когда приезжаешь к ним мне мне например и там как-то прикольно потому что они в семьями дружат то есть я сильно оторвался от простых людей не от простых дел они я всегда стараюсь вот я же с тобой звучит как комплимент оторвался именно вот от этих домашних движух мне вот и вот я почему когда мы только с тобой сели раскрыть как я вырос и это вот сейчас только вот вот сейчас только начинаю понимать что мне вот этого всего как будто не хватает того что там было вообще вот как они живут я приезжаю они собираются там пришла одна семья вторая семья выпили что-то посидели посмеяли что-то вспомнили что-то поржали что-то там выше на улицу что-то пошли прошлись по району зашли кому-то пока шли там какому-то соседу вот это вся движуха она очень прикольно взрослеешь тянет тянет я уже начал строить дом нет я себе дом начал строить в ростове у меня там все почему-то так приклеилось к ростову и к тому что само ощущение когда ты пришел к тому что ты должен построить именно дом не квартиру купить а именно купить землю там построить дом вот это уже как будто бы вот какой-то вот блин я даже все ловил на мысли неужели блин вот она тянет уже знаешь сейчас по-честному понимать корни пускать корни уже корни надо пускать по ветру жить до корни пускать да да темыч про телек про телок давай про телек раз ты вырос для меня неожиданно стало я как-то пропустил я не знаю и так раз начинаю смотреть ты у меня в рекомендованных попадаешься там в инстаграме в ютюбе что ты на телеке сейчас чаще стал появляться на тенте конкретно там тоже ири сидишь что там как комик выступаешь как тебе туда занесло и чет там делаешь им ветром да не но с во-первых если бы это было что-то другое наверное мне было бы не прикольно вот то что где я сейчас сижу наставником в юмористическом шоу я себя там ощущаю полностью в своей тарелке мне нравится как я туда именно попал в это кресло я знаю что у людей этот вопрос сто процентов возникает что скорее всего кто-то помог никто не верит что можно самому там что-то потихоньку когда добиться и к прийти к чему-то и занять какое-то место тем более быть наставником тем более в юмористическом проекте который там считается одним из самых масштабных в россии вот артем каким-то чудом случайно оказывается там рядом со светлаковым с тимуром батрудиновым с мариной кравец щербаковым ты что за нежданчик так я понимаю это удивление я сам охренел потому что у них закрытая экосистема всегда была и они только своих ставили везде и не нам пренебрежительно и к ютюберам относились к кому да нет те кто в интернете вырос но было же всегда но и хотел ногу на ногу кинуть уже даже это неплохо раньше вот так просто поворот не важно на чем ты катаешься главное под чем был проект выжить дубая мне предложили там участвовать я говорю я не люблю реалити-шоу потому что те реалити которые я видел мне всегда казалось какой-то очень много интриг сплетен вот эти за спиной вот эта вся история разговоров и я как бы понимал что это не мое это не мое поле где мне будет комфортно я буду нервничать я захочу с кем-то поругаться и тогда на негативе уйду и мне будет не по себе немножко понял я буду думать нахрен я там вообще и вот это вот примерно все я озвучил когда мне предложили мне говорят нет все нормально типа там никто не будет тебя там это не тот проект где который живет за счет интриг это проект где реально надо будет бороться просто за выживание там внутри как ты себя покажешь с ребятами так выстроишь коллектив так и этот и и на крайняк типа в любой момент когда ты поймешь что что-то не так можно всегда прийти и сказать проголосуйте за меня и уйти там ну думаю наверное может стоит по и полететь и как раз это все совпало с этой истории с кино все дела вот эти у нас скандалы не скандалы в общем да 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 и каком-то я состоянии был я не понимал ты знаешь я очень сильно в моменте обиделся на весь мир вообще со всей силы я так у меня там где-то в глубине живет какой-то ребенок который знаешь попугая в руках держит вот так маленького и думает что же я такой почему мне вот это все прилетает думаю насколько почему это все вокруг происходит если ты по сути никого не тронул понял но наверное это моя мой путь я должен его каким-то боком пройти я вот в этом состоянии был странным и не понимал вообще что делать я обиделся на наших поклонников всех на подписчиков ютубе всех обиделся мне тоже было такое знаешь это я никогда не думал что это возможно из-за проституции которая тебе показалось да что тебя в моменте могут забыть и других начать любить мне просто я подумал почему вы нас не защищаете мы же снимали лет восемь девять бесплатно них без низ без заработка ничего просто чтобы вы смеялись мы даже ни разу не просили вас ни о чем просто в этот момент можно было поддержать этот скандал который но мы по я думаю мы к нему еще придем до разговора немножко открою людям глаза что там было и в общем я вот в этом состоянии странном нахожусь александр друзья мои играет давай но чё ты надо уже наверное пойди попробуй что-то хоть познакомься это другой мир но позвонил я перезвонил говорю ну давайте наверно полечу это короче истерика была как я туда прилетал на простите амыч а им интересно это было потому что у тебя есть аудитория ты принесешь трафик на телек в тот момент скорее всего да потому что все равно шумный проект да шумный проект и и как ни крути просто из-за того что я чуть больше наверное чем артем каха где-то участвую в каких-то там летаю что-то занимаюсь проектом еще что-то наверное поэтому на мне чуть больше акцент не знаю но и может поэтому мне предложили я значит покупают мне билет бизнес-классом лететь в дубай думаю телек начался сразу в бизнес-класс да думаю ничего себе и меня водитель везет в ростове аэропорт не работает по определенным причинам и меня водитель везет в минводы я такой приезжай первый раз своей жизни захожу в вип-терминал думаю ничего себе как можно оказывается и вот так вот телек начинается я я захожу в этот вип у меня забирают чемодан играет мы вас проведем самолет думал вау как это ну понял типа он мне сам чемодана сопроводит меня в самолет он меня сопровождает самолет мне там я в на этих кожаных диванчиках посидел сопровождают меня в самолет я захожу в самолет и понимаю что это сухой суперджет там нету бизнеса а билет стоил 200 чем-то тысяч рублей у меня на этот есть я стюардессе а я такой знаешь я лечу на съемки выйти я и нас тнт я уже все и захожу в этот самолет и нету ничего понимал что просто тряпочные сиденья обычные одинаковые все одинаково как маршрутки надо просто объяснить что суперджет это не только вот частные маленькие самолеты это большой боинг может большой боинг в котором но не как автобус короче да там просто там по два сиденья вот так с двух сторон и очень много их и как ты как маршрутку садишься просто завалил тысячи рублей полетят а он столько должен стоить по идее есть стюардесса меня узнала говорит я где гриву где бизнес она говорит начинает смеяться как тут не бывает бизнеса как у меня будут билетка двести десять тысяч и она в истерику просто как и я говорю ну вот так и она ну азимут был типа она готовит такого ягну вот написано бизнес 200 тысяч рублей вылет вот-вот этот этот рейс она горит но у вас обманули игры получается ваша авиакомпания она горит но видимо да такого не бывает типа игры но она пошла мне навстречу нашла мне три сиденья короче ли два не помню вот так сиденья где нету никого я туда вот прыгнул просто его так долетел прилетаю в дубай и получается что вообще не выспанный в 10 утра съемки рано-рано и мне заводят на эти съемки я там знакомлюсь со всеми участниками единственное кого знал оттуда это давида манукяна но это я так пару раз с ним пересекался но никогда не было такого что мы там общались или дружили ли что-то еще и для меня вот так вот просто сидит бамаев серябкина хилькевич там тимур батрудинов наташа рудова и дава и я такой я думаю как мне с ними подружиться надо как то но что-то вспоминать наверное как это делается и начали съемки все нормально все запустился мы вечером просто все так душевно поговорили все вместе сели и все на одной волне просто подружились моментально очень близко подружился с пашей и вот это все и думаю блин как круто короче как хорошо что я приехал телефон и мы просто убрали и просто дней двадцать общались помимо этих всех съемок мы просто реально как в детском лагере начали дружить понял я думаю это какая-то ну так не бывает в таком возрасте что ты заново находишь кайфовых друзей и мы просто мы ехали на съемки снимались но у нас потом вечером свои ну значит вот эти вот какие-то детские мы играли в крокодила еще что-то понял я думаю меня привезли сейчас в офигенный детский лагерь и отсюда заберут это же закончится и для меня эти съемки прошли не как съемки а как больше как я как открытие какое-то новое в жизни где люди которых я всегда считал большими звездами да и там в мире спорта или там в телевидении неважно они оказались моими кентами душевными ну то есть со мной на волне думаю ни хрена себе и мы и мы когда вот так расходились мы там плакали там съемочные группы плакали то есть мы настолько там подружились что нас там не получилось сломать разбить и все это вот это все состояние мне так понравилось а сколько съемочных дней было 20 чем-то съемочных дней несмотря на то что мы ночевали в палатке и мы ночевали там в отеле пофигу мне было по кайфу каждый день он вот так пролетал вот так и улетал грустно и там я себя проявил как-то ребята но которые занимаются съемками которые были на плейбеке они говорят только за тобой типа удовольствие наблюдать какой-то ты веселый прикольный не сказать что это какие-то там уникальные гениальные шутки но это в этом есть что-то что отличает от другого ну то есть то что на тнт нет самобытность свой какой-то прикольный забавно и видимо потом когда вышло вышел проект так получилось что меня начали ко мне подходить начали другие люди вообще то есть я никогда такие люди не подходили в основном женщины вы такой душевный вы такой приятным мы за вами за вас так болели за вами удовольствие наблюдать и вот эта вся история она как-то сработала и меня пригласили в лигу городов типа вот ты там шутил смеялся и не обломался ни камер не звезд ничего ну то есть не зажался был самим собой какой есть можешь сесть в это кресло я играю что это на мне ну типа наставник ты будешь выбирать команду а потом с ними финале выступать и вот я пришел упал в это кресло и сижу там это крутая история очень долго ты почти уснул да нет как думаешь это кому-то интересно сто процентов вы не очень интересно как ты так быстро смог стать стендап комиком я тебя никогда не представлял себе даже на гибда у меня есть один подписчик я за ним слежу а он думает что я его не вижу я никогда не назвал людей подписчиками а его хочу назвать подписчиком обидел тебя на чем у нас была шутка что подписчики это волосы на яйцах люди наши как говорят пузово мои люди я вот так думал это человеки люди и он мне всегда пишет говно но это но он но я это вижу понял и он мне писал когда мы затеяли сделать кино он мне пишет что ты там из себя возомнил выскочка для тебя приземлись на землю какой кино вам надо крылья по обрубать бах первый фильм такой ну знаешь историю он стал кассовым фильмом не успешным в принципе потом этот что там я еще сделал а господи сериал есть короче вот эта вся история с тнт он все комментирует гадость и вот сейчас когда я запустил стендап он мне пишет что ты там себя придумал какой там сцена это не твою и думаю блин вот ты как меня как ты мотивируешь это очень прикольно он меня прям заставляет и как есть я сейчас для себя решил что если он написал значит все сложится понял если он сейчас гадости не напишет значит надо не делать и получается что года полтора на самом деле назад два эта идея пришла мне что я хочу это делать когда-то очень давно я играл в квн еще это был колледж там ну наверное первый курс мне было лет 17 и я там один на сцене выступал и мне понравилось сильно то есть этом как-то повеселил зал и от этого получил очень кайф такой знаешь зарядился сильно и почему-то люди смеялись над теми вещами которые мне казались сильно банальными то есть для для самого себя я ничего удивительного не делал от зал почему-то в истерике от этого катался и думаю как прикольно я вот это время вспомнил и думаю чего я забыл кино сделал сериал сделал в телик попал окей почему бы не тогда еще в телик не попал но сейчас я объясню почему я таскал и почему бы не сделать стендап стендап в мире юмора я думаю что там самая крайняя точка где ты если начинаешь там успешно выступать собирать зал или веселишь людей наверно это это предел в мире юмора наверное это и есть предел но ты один тысячу человек в зале ты час на сцене не даешь людям скучать это мне такой вызов приятный был я этот материал для себя начал копить и два года по чуть-чуть да да я просто выписывал все что меня веселило но я один сам без авторов конечно то есть у тебя авторов нету не я сейчас расскажу как это собрали виктор шамиров мне помог собрать стендап но я его выписал сам полностью он не его вот так расставил подрама и да чтобы грид дослушали руки и ой господи сбился смысле вот уже говорю господи и значит я собираю этот материал и и мне кажется но почему бы блин не попробовать но вот что я хотел сказать самое для меня было не то что стрёмно не это это плохое слово самое тяжелое было то что мне стендап по телевизору не нравится понял я думаю я смотрю я не смеюсь я знаю ребят но я знаю что они на обычных концертах смешнее а в телеке это все как-то видимо сильно знаешь ну там цензура не цензура и в общем какие-то наверное и мне это было не прикольно и пару концертов на чьи-то на чьи-то концерт я походил я думаю надо делать именно вот убрать в сторону все правила там есть книги по стендапу какие-то там каждый сколько воли но в общем какие-то правила у них там они что-то там придумали я думаю не ни хрена я вот как чувствую так напишу прочитаю если людям понравится ну значит я стендапер если нет значит оставлю но как бы ты даже не тестировал там на фокус-группе сейчас расскажу как бы думаю не ошибается тот кто ничего не делает попробую я от этого чего потеряю ничего не потеряю и написали долго я короче учил и потом что-то у меня все равно очко жим жим думаю это страх оценки я эту тему переварил думаю а чё я боюсь типа ну окей не понравится что я потеряю от этого ничего попробовал собрал три зала по 150 человек выступил все три раза хорошо собрал зал 800 человек выступил бах нормально они платили вот уже там где 800 до потом краснодар полный зал вообще-то на разрыв прошел концерт и понеслось по городам и еду и все нормально зачем ты пожертвовал ради этого но в плане в другом в других творческих областях своих вот что пришлось уже забить закрыть и не уделять этому время вообще ничего то что я же делаю то что мне нравится если бы мне не нравилось сейчас это делать я бы делал другое ну то есть у меня нет я же не с нахожусь каких-то рамках ты должен обязательно что-то сделать давай объясню что я имею ввиду это очень интересно помнишь 100 500 был макс плюс 100 500 он когда начал уходить в телек и уходить вот в такую взрослую больше игру в телевизионную и так далее он растерял чуйку растерял всю свою аудиторию в интернете но конкретно в ютюбе и когда пытался вернуться как будто она от него отвернулась эти двери закрылись и ему так и не удалось не перестроиться не новые форматы сделать ничего вот мне очень интересно ты уж сейчас пойдя туда куда send up и в телек давай в телек в первую очередь стендап я сейчас объясню каким образом сюда приклеивается это для телевизионного человека наверное еще и юмориста это косвенно должно появиться как возможность заработать потому что на телеке постоянно медиа у тебя большое и дальше идешь что либо там ведущим либо стендап комиком вот ты когда сейчас туда пошел тебе не обидно но и не страшно потерять связь свою с интернет аудитория которая тебя воспринимает как очень простого такого своего чувака у меня сейчас готовится сезон сериала непосредственно каха который будет выходить в интернете такие шутки которые там их не пустят в телек я это ни в коем случае не оставлю это моя душа и будет вам всегда то есть то что меня веселит на самом деле никогда нельзя будет сделать в телевизоре и никогда нельзя будет делать в кинотеатре поэтому я тут буду всегда это но это же был все время другой берег типа вот как ты там начинаешь работать и здесь продолжаешь хотеть тоже что-то делать а почему я же знаю как здесь работать я не знаю как работать в телевизоре, мне интересно познать. Я сейчас там побуду, посмотрю, если мне там станет не скучно, или я чувствую, что я там вообще полезный человек, который что-то приносит, а не просто лицом светит, то я побуду. Если нет, то ну окей, ничего страшного. А ты помнишь свое отношение раньше к тем, кто на телеке был? У меня... Ну я где-то что-то говорил, или... Ну в целом... Нет, отношение было, что какие вы все, блядь, хуй не пойми кто, вы нас не замечаете, а мы тут такие талантливые. Мне обида была. Настоящая, типа, более. Ну да, я понимал, что нас как будто не замечают. Но сейчас вот заметили. Ну то есть все, что я хотел, так и происходит. Тогда расскажи нам, которые еще не попали туда. Какие иллюзии у тебя развеялись? Ну я там был, знаешь, с точки зрения такого, который гость, который все время пришел, и типа там удары какие-то наносили, а такой, ну ладно, как бы я пошел обратно к себе домой. Ну это же хороший пример. Почему? Я думаю, что вообще, в принципе, смотря что ты хочешь вообще, куда хочешь развиваться. Мне, клянусь, искренне интересно понять внутри, по ту сторону экрана, как это все работает, потому что, скорее всего, когда мне будет лет 50, дай бог, если они дойду до этого возраста, скорее всего я превращусь в какого-то режиссера, в какого-то продюсера, который должен понимать, что нужно там, что нужно там, как там работать. И для этого опыта мне прикольно тут сейчас посидеть. Поэтому я, ну тут надо, наверное, наоборот это воспринимать, что это круто. А насчет возврата обратно в интернет, я не вижу никаких проблем, я оттуда никуда не уходил. Я там и есть. Меня позвали в телевизор, как человека, который оттуда. Я не сделал для телевизора какой-то большой проект и принес им, сказал, пожалуйста, спасите меня с этого Ютуба или откуда-то затащите меня к себе в свои сети там. Нет. Меня вот как видели, вот этого дурака, которого я играю, долбоеба. Иногда так тоже пишут. Это образ. Это образ. Вот этого, как видели, ну вот так меня взяли, потому что, да, есть со спиной какие-то заслуги. Два фильма есть, которые все равно шумные были. И я прямое отношение имел к обоим фильмам. Я их и придумывал, и писал, и снимал, и снимался, и монтировал, и там везде там участвовал во всех процессах. Наверное, люди понимают, что это как ни крути, ты какой-то опыт имеешь теперь, как это делать. То есть тебя не просто так туда посадили. Я очень тонко замечаю персонажа. Я прям вижу, что с этим человеком можно что-то дальше сделать, из него вытащить там именно комичного героя или драматично комичного, неважно. Можно с ним что-то слепить или нет. Сделал несколько там человек. У меня эта тема получилась. Я думаю, что я здесь вот конкретно для того, чтобы для себя научиться в будущем куда-то. Твой пример очень интересный в том плане, что ты пока умудряешься все это совмещать. А ты не опасаешься, что отношение аудитории изменится к тебе? Все равно, как уже к человеку больше такому, ах, вот он там, ушел к этим, блядь, на телек. Да я никогда не разделял эту тему. Я не знаю, почему ты это вообще разделяешь. Вот знаю там... Потому что так было всегда. Тебя знают в телеке. Тебя все знают. Я к кому не приду, все тебя знают. Тебя знают все. Тебя знает любой человек из Comedy Club, известно. Тебя знает любой человек, который снимается в сериалах на телевидении. Тебя знает любой продюсер, которого я вот сейчас от них приехал. Но больше как ютубер, Темочка. Да они не разделяют тебя, ютубер, газета ты или радио. Они просто знают, что ты известный и в какой-то степени в чем-то профессионал и талантливый человек. Да, одно время ты влогами стал известный, а потом ты стал... Ну, для меня ты уже стал как будто бы ведущим. Я как видел, я думал, что ты должен превратиться в какого-то чувака, который ведет классное шоу, к которому я охотно приду, потому что у тебя там получается интересно там с каждым человеком как-то зацепиться, за что-то общаться. Это я говорю по тому шоу, которое, понимаешь, давно снимали, хоть оно было скромное, да, там, скромненькая студия и все такое. Ну да, не телевизионная особо, да. Но в целом я вот думаю, что у тебя бы получилось и ты бы выглядел по-другому. Ну, то есть, для меня это был бы рост. Неважно мне, где это шоу вышло бы, в Ютубе, в ВК или там, не знаю, там на платформе какой-то или в телевизоре, но я бы подумал, что ты вырос. И если ты известный, какая разница где ты известный, в интернетах или в телеке? Я тебе могу свой страх объяснить, почему я тебя так мучаю. Мне очень страшно стать коринжовым в какой-то момент. Я уже из-за того, что какое-то время долго отсутствовал, да. Но ты уже прошел это. Прошел, да. Ты уже стал и тем, и тем всяким. Нормально, что ты живешь. Но, типа, когда мы не идем туда, а больше как гости, у нас все равно есть некое такое противостояние для зрителя. Те, кто не любят телек и считают его искусственным таким, ненастоящим и где-то грязным даже. А нас всегда с интернета воспринимали как люди, типа, они наши. Мы им помогли в свое время вот этими просмотрами. Мы им помогли заработать тем, что кликали на рекламу. Мы им ставили лайки. Мы их двигали. И если мы там туда и заходим, какие-то коллабы есть, это норм. А когда мы заходим туда проектами, то эта аудитория к нам уже относится немного предвзято и отторгает как будто нас. Вот это у меня, например, такой страх. Я не знаю, может, он не оправдан. Я думаю, что у нас с тобой очень вообще разный формат движения в интернете, потому что у нас это просто обычный банально какой-то там дворовый сериал выдуманный. Так вы еще более народный, в этом-то и прикол. И сериал куда должен перерасти? Он должен перерасти в кино. Либо он должен стать еще шире. То есть в YouTube не позволяет финансы, которые ты можешь положить, ну то есть деньги, которые ты можешь потратить в YouTube, ты не сможешь снять хороший большой фильм для YouTube, потому что их, ну как бы, откуда ты их окупишь обратно, никак не вытащишь их. И поэтому когда-то мне пришла идея, что надо выйти в кинотеатр. И когда мы вышли в кинотеатр, никто же никуда не отвернулся. Мы сняли сезон все равно и для YouTube. Вышли в кинотеатрах, молодцы, сейчас выйдем в теле. Непосредственно Каха фильм уже больше 20 раз показали на ТНТ. Больше 20? Больше 20 раз показали на ТНТ первый фильм. Его вчера опять показывали. Просто, ну, в прайм-тайм, вечером его показывают, после, когда там камень, типа, заканчивается, показывают непосредственно Каха. Но круто же, почему нет? А если я стану там, ну, каким-то большим продюсером в 42 года, ну, по моему плану, и вытащу всех ребят, которые хотели... Да я буду только рад, я тебе напишу и спрошу, есть ли для меня проект какой-то. Если чем дальше ты пойдешь, я буду только рад. Но это мои страхи. То есть мы раньше этими парадигмами жили. Теперь все ломается. Ты же видишь на наших глазах, все меняется. Амиран, ты разговаривал с аудиторией всегда. Да. Ты во время влога разговаривал с аудиторией. Мы никогда не разговаривали с аудиторией. Мы снимали художественный, выдуманный жанр, где не обращались к людям никогда. Эта тема, на самом деле, очень интересная. Я думаю, что это неправильно, что мы так делали. Мы никогда не просили ставить нам колокольчики, лайки, уведомления. Даня там иногда в начале серии, в конце серии говорил, но мы как герои, Серго, Каха, музыка, мы как будто бы не общались никогда. То есть эта дистанция у вас была все время? Поэтому и мы там искусственно не накручивали людей к себе, сейчас неправильно сказал, ну типа с какого-то канала не просили перейти на этот. Она сама копилась. И куда этот сериал должен перерасти для меня? Ты, как человек, который прокачивал себя как блогер, как, ну на мой взгляд, ты шоумен, точно. Не могу сказать, что актер, скорее всего, нет. Я, кстати, всегда, когда с тобой снимался, пиздец как волновался. Я думаю, бля, что думает в этот момент Тёма, бля? Ну я на самом деле думаю всегда, что если знаешь человека, знаешь его характер и напишешь под него, он всегда скажет так, что буду думать, что он гениально отыграл. Но ты всё время очень был деликатен, ни разу не сказал на меня хуйни, я тебе за это благодарен. Ну ладно, когда ты думаешь, что ты плохой актёр, включи НТВ или Россию 1, любой сериал. Вот видишь, тебе сейчас включился настоящий интернет-пользователь, блядь. Так, не, ну НТВ и, ну как бы это другое, я же про этот, эти мыльные сериалы, это другое. Я же всё равно по своей сфере, я всё равно в сфере юмора остался, я же не пошёл. Такой всё, я отказываюсь. Я считаю, что всё в интернете, это было для того, чтобы я стал драматическим актёром, который сейчас попробует себя в роли там, не знаю, какого-то там, Лермонтова, Гоголя отыграю. Пойду, окончу какие-то курсы, и потом буду говорить, каким я был дураком, что я снимался в Ютубе. Нет, я буду всю жизнь, пока живёт Ютуб, когда у меня будет желание и время всегда туда снимать, то, что меня никуда никогда не пустят, потому что это единственное место, где я могу всегда сделать и прийти, и тем людям, которые не пускают, сказать, если вы сказали, что это никому не нужно, какого хера, тогда здесь 22 миллиона просмотров. Это наши козырные тузы, кстати, для них всегда. Поэтому я никогда это не буду. И у меня сейчас даже идея есть, специально для... Я подумал, как мне прийти к форме, сломать... Вот смотри, непосредственно Каха в мире кино же, это небольшая революция получилась в России, потому что ни актёр, ни режиссер никто вообще. Просто само по себе всё сложилось, и тут есть там Мхат, есть Китис, есть там Гнесин, где учатся люди этому. И они там по несколько лет учатся, и ничего. А тут бах, какие-то пацаны с улицы что-то сделали. Эти ребята, которые там, они что должны подумать? Вы нас, походу, как-то не так в это время уже учите. Вот, пацаны, посмотрите просто. Пошли. Конечно же, это всё перевернёт. И я понимаю претензии этих якобы... Профессионалов. Да. Тусовки киношной. И понимаю их претензию. Я её нормально воспри... Я знал, что это, в принципе, наверное, такое будет. То есть критика нас всегда будет разносить, особенно если мы разгонимся на то, что мы искусство. Я поэтому говорю, нам надо снимать просто фастфуд, тот, который мы снимали, чтобы никто не думал, что мы замахнулись на какое-то высокое искусство, и что критика всё равно разъебёт нас. Это шанса нет. Хорошо, по-другому поставлю вопрос. Извини. Если у тебя будет выбор, тебе вот поставить такой выбор, ультиматум, выбрать что-то одно, кино, YouTube, либо телевидение, что ты выберешь? На всю жизнь. На данном этапе? На всю жизнь. Не, ну вот... Вот тебе сейчас говорят, у тебя есть выбор, да, вот сейчас. Сейчас, если сравнивать то, что я зарабатываю, где, как я зарабатываю, если говорить о деньгах... Отпусти, нет, не о деньгах, о твоём внутреннем желании сейчас. Вот что-то первое откликается у тебя? Конечно же, YouTube. YouTube? Ну, конечно. А я же там всё сделал. Ну как? Это как твой дом, как ты... Да, откуда ты родился. Ну да, как я сейчас скажу. Если тебе скажут, вот у тебя остался последний день, куда бы ты поехал, в тот дом, в который ты вырос, или полетел бы в Майами, там, на пряж посмотреть. Я бы сказал, я хочу в тот дом, в котором я вырос. Ну, конечно же, туда бы. Это даже... То есть менее значимым YouTube для тебя не становится? Нет, я вот хотел продолжить мысль, что мне, если бы YouTube, хоть как-то... Знаешь, мне стыдно, я не знаю, как это прийти к тому, чтобы мы хоть... Если бы мы хотя бы чуть-чуть зарабатывали там сейчас, потому что непосредственно Каха, сильно маргинальный проект, в YouTube очень тяжело туда найти рекламу, ну, то есть кроме каких-то букмекеров и прочих фигней, какой-то более... Ну, такой серый, знаешь? Чернухи. Чернушки, да. А в это тоже сильно не хочется, потому что сильно хейтят потом. И я не знаю, как этот проект на плаву держать, придумал такую схему себе. Я думаю, вот может прийти к такой форме, что фильм, там говорят, должен идти полтора часа. Может делать 37 минут, понял? Там час 12. Сколько написал, столько пусть идет, и вот какую-то ссылку, я не знаю, какую-то схему придумать, чтобы люди из YouTube могли нажать эту ссылку, пройти, заплатить 50 рублей хотя бы, чтобы мы что-то в обратку получали, и посмотреть этот фильм, который мы сняли для них, чтобы этот фильм хотя бы отбился, и заплатить ребятам за то, что они снялись. Просто хотя бы вот на таком уровне. Я не говорю там о гигантских деньгах, о тех деньгах, которые пишут, что мы заработали. 7 миллионов долларов, 8 миллионов, это все не наши деньги. Сочувствую, брат. Когда люди узнают это, знаешь, что самое обидное? Вот клянусь, самая жестко обидная тема, что я с первого фильма заработал как актер миллион триста, у меня оттуда 6% списали налог с ИПшки, и пизды получил больше всех. Продюсеры заработали больше 300 миллионов рублей. Чисто ганом, понял? А они, когда тебя видят, не хотят так чисто с барского плеча чуть-чуть тебе насыпать? Слушай, я это воспринял, ну, насыпят, да. Но я это, знаешь, как воспринял, что это путь, которым мне надо с этим проектом идти, и он очень скандальный. И все-таки отдать должное, эти люди согласились этот проект вытащить в свет, скажем так, в кино, туда-сюда его пропихнули, никто не брался за него. Поэтому, как бы, ну, это дорога, которую я прошел. Мы сняли второй фильм, и пизды, и все равно получил я. И все, все вокруг продюсер, все, кто там есть, все, ну, как бы, счастливы. А кому в рот дали в конце? А со второго заработали? Ну, со второго немножко заработал, но это не гигантские деньги. Ну, миллионов 10. Ну, что-то там, может быть, там рядом где-то. Потому что там Артем актерский получил что-то до 10 или 10, я не помню. И плюс-минус у меня там. А как ты это? Ты этот гонорар отстаивал вообще? То есть ты им как объяснил? Да не, ну, как тут, ты говоришь, я писал фильм, я хочу там за сценарий получить деньги. Я буду там сниматься, я хочу за съемочный день вот столько денег. Все. Ну, и плюс была касса хорошая с первого, я хочу как процент, типа побольше. Проценты там какой-то, если не соврать, там что-то, какие-то начисления нам отправили, и я между ребятами, ну, разделил, я отправил всем. Там небольшие деньги были, там 500, 700, вот такие. Ну, то есть там... Те, кто тебе помогал писать? Или кому-то... Всем, кто участвовал в проекте. Пропорционально разделился? Да, я там, ну, я как посчитал, что этому вот так, этому так, этому так, и мне вот так пусть останется, потому что я там что-то работал делал. В цифрах можешь сказать? Нет, это вообще немного. Да даже стыдно, наверное, за это говорить. Знаешь, это меньше даже 5 миллионов. То есть там, ну, интересно тебе? Не, ну, понятно, в принципе понятно. Темыч, про дружбу. Дружба. Непосредственно Каха, это все-таки такая, там, на дружбе основанная вся история. Именно сериал, я имею в виду, в Ютьюбе. То есть вы еще и там вместе росли, я как понимаю, с некоторыми ребятами. Мне вот очень интересно, учитывая мои перетурбации со всеми, кто со мной работал, там, снимался и так далее, со многими там разошлись пути, со многими ругались, с кем-то мирились и так далее. Как ты окончательно все еще не разосрался со всеми и вы общаетесь? Или бывали такие этапы? Не, ну, мы ругались, но у нас ни одна ссора не заканчивается тем, что мы все, никогда не общаемся. Это больше как с братом, с двоюродным или с троюродным, там, поругался, точнее навсегда. Каких-то серьезных моментов, чтобы сказать, что я почувствовал, что вау, как что-то сейчас потеряю. Наверное, не было такого. Как получилось это все удержать? Да просто на человеческом. Как? Просто по-человечески общайся и все. Не пизди. Говори правду. Что-то хочешь сказать, что-то тебе не нравится, скажи прямо здесь, сейчас. Там, он, делить, может быть, нам нечего было делить никогда, может, поэтому. Не знаю. А ты легко отпускаешь вообще обиды? Ну, типа, сам идешь первым на инициативу общаться опять? Конечно. Я минуты три могу объезжаться. Есть вещи, которые, я точно считаю, что гондоны никогда в жизни не приближусь, но это с друзьями не связано. Это даже, у меня сразу все блок. Там, ну, есть такие вещи, но с ребятами все нормально. обижаюсь минуты две-три и все. Я серьезно не воспринимаю. А что ты никогда не простишь? Ну, вот как раз-таки, например, тему, то, что меня, если кто-то захочет с кем-то разругать из моих близких друзей. Индриганов. Такое было, да. Вот таких людей никогда. Это самые опасные люди. Причем он там улыбается, и там улыбается. И все. И ты как бы понимаешь, что это опасный человек. Ну, ты же, мышь, все-таки, что, бить никого не будешь. Там, что-то ходить, объяснять уже в этом возрасте тоже, как бы-то, по-моему, нет никакого смысла. А для себя выводы можешь сделать. Для меня это самый опасный человек. И никогда не будет ему не то, что прощения. Я, это будет сухость просто, знаешь, я, может, даже увижу, поздороваюсь, там, не будет, что, все, я теперь к нему не подхожу. А, он в этом кафе, я в это кафе не зайду. Нет, даже, может, вот так увижусь, где-то сяду, поздороваюсь, но внутри точно знаю, что будет сухо. А из-за чего с Артемом больше всего ссорились? Вот такие самые злопамятные моменты, какие вспоминаются? Ну, естественно, у нас было, когда мы... Артем Каха, я имею в виду. Да, когда мы начали набирать какие-то просмотры, не просмотры, на площадке мы всегда ругались, как надо правильно снять, как надо это сделать, как надо это сделать, но это были бытовые ссоры, они больше как будто бы... У кого идеи-то круче, Они и нужны были. Я ему даже недавно говорю, ты знаешь, из-за того, что мы с тобой спорили и ругались, из-за этого мы приходили к чему-то прикольному, ну, то есть и во время монтажа, и во время съемок. Если бы этого не было, ну, значит, мы бы в одну калитку били, и в этом наоборот кайф. Это значит, и тебе не все равно, и мне не все равно на то, что происходит. И хорошо, что мы это, ну, как бы, из-за этого с тобой иногда ругались. А ревности не было никогда друг к другу? Типа, что кто-то начинает больше расти, или зритель больше любит его и так далее. Тут как сейчас, я думаю, что, ну, у меня точно нет. А вот у него просто, ну, позови его, поговори с ним. Я думаю, что у него тоже нет. Просто с кем я работал, творческие люди, они очень ревностные, капризные, как дети. Ну, ты почему можешь ревновать или завидовать? Потому что ты сам не состоялся. А что тут говорить? Тут он что? Он состоялся, у него все нормально, он что хочет, то делает, он снимает, у него миллионы просмотров, там все по-прежнему, все нормально, он в седле, его узнают, он занимается любимым делом, он зарабатывает какие-то деньги, у него семья, он в своем дворе, чуть ли там у него уже не студия, блин, там все, все, что хотел он делает, он не делает то, что он не хочет. Или он такой, чуть меньше где-то зарабатывает, а я там чуть больше, и ему надо занять. Ты начинаешь, мне кажется, завидовать, и не конкретно ты, а кто-то там тебе, или там ревностно относится, когда что-то самого не получилось, а у тебя так ты стрельнул. Но я в этом плане понимаю, что куда бы я далеко не ускакал, я все равно буду, ребят, по крайней мере, всех, кто будет иметь желание, сто процентов. У меня сейчас даже немножко получается некоторых уже вытаскивать. Тамару недавно на ДНТ, она хорошо там роль одну отыграла, Тину показывала. Я видел это смешно. Сейчас есть такой Карена Макарена, может, видел его в Инстаграм. Да, да. Такой смешной парень. Его получается потихонечку... Ютубер, который интервью берет? Да, нет, да нет. А, высокий, который этот... Который говорит, спасибо. Драки бывали, Тём? Нет. Ни разу не дрались? Нет. Между собой вообще нет. Ни с кем. Вообще, в принципе, с кем-то мы дрались, но это в глубоком детстве. Между собой, да. Между собой нет. Диана. Диана. Твоя супруга, 19 лет. Да. Что случилось с тобой? 17 лет разница. Я знаю, что ты всегда... 16,5. Извини за неточность. Я знаю, что ты всегда так по-кавказски пренебрежительно к девушкам относишься. У тебя хорачер такой. Нет. Откуда ты это знаешь? Почему? Я с тобой лично общался и знаю твои отношения. Я пренебрежительно относился к девушкам, Амиран, которые мы в одно время лазили, которые позволяли так к ним относиться. И как бы это другое время было. Мы особо серьезно и не были настроены к женскому полу. Потому что для нас это была просто пьянка и какие-то девчонки рядом. Вот что ты в ней увидел, что так сильно изменилось в тебе, что ты готов был жениться на ней? Потому что ты уже достаточно зрелый человек и вряд ли как ребенок эмоциям поддаешься. Не-не, точно нет. Но и голова работает. Очень сильно. Я сильно был настроен жениться уже. Но я пока не понимал на ком, кто это будет. И что-то я последние два года сильно прям уже дома, понял. Я что-то работать много начал. Все дела, вот этого всего. И думаю, наверное, вот если я уже тут готов, оно должно откуда-то прийти. Все равно где-то, где-то появится. А я ее давно знаю, ну как бы видел, я не знал ее. Я ее видел. Мне она понравилась, но тогда мне сказали, что она сильно маленькая была. Я думаю, окей, наверное, если суждено, потом. И потом так, бах, увидел уже 19. Думаю, ладно. Окей. Мне очень, знаешь, что понравилось? Давайте я расскажу, как все было, чтобы люди прочувствовали мою эмоцию в этот момент. потому что, если я сейчас буду говорить просто какими-то там своими мыслями, это будет ощущение, что я какой-то там инфантильный. Да, либо инфантильный, либо я с какими-то предрассудками. Происходило так. Я захотел с ней общаться. И тут, значит, мне, ну буквально там через день, я был за границей, мне позвонил знакомый мой, друг, и говорит, слушай, там девочка, Диана, ты там что-то с ней там общаться, не общаться, там дядя ее позвонил, типа хочет узнать твои намерения. И в этот же момент мне это пиздец как понравилось, понял? Что, то есть, думаю, семья нормально, там подход у них готова присмотреться. они не относятся к ней там, думаю, это значит что-то ценное. Я говорю, ты даже не представляешь, как ты меня обрадовал. Я говорю, я прилечу через три дня, и я готов с ним увидеться. И я прилетаю в Ростов, а я с ней все это время как бы спешу, она не отвечает, то иногда какой-то смайли, вообще понял, контакт такой, какой-то, ну, это не та схема, которая меня устраивает. Почти как с Ким Кардашьян, когда ты переписываешься, да? Да, да, И получается, что пришел дядя ее, мы сели, пообщались, он говорит, намерение, я говорю, ну, как я могу так сразу сказать намерение, я же пока не понимаю, мне надо увидеться. Я говорю, у меня серьезные, в том плане, если я пойму, что это мое, конечно, я что-то дурака валять не собираюсь, я не буду с ней играться, там, вот эти, ну, ты нас тоже, говорит, пойми, ты там такой-такой человек, тебя знаю, ты у тебя, наверное, привык к такой жизни, но это там моя племянница, она мне как дочь, я там за нее там сильно переживаю, и все такое, и семья как бы волнуется, я хочу, чтобы было все правильно, я говорю, мне это очень сильно нравится, и меня это очень сильно устраивает, то, что сейчас происходит, я говорю, если, ну, ты пришел, и если ты мне даешь там добро, чтобы я с ней увиделся, я бы с удовольствием увиделся, говорит, да, и только после этого, я с ней увиделся, мы пошли играть в теннис, твой любимый. Большой? Да. Я долго думал, вообще, вот знаешь, вот этот момент, когда ты не привык, ну, с хорошими девочками, куда позвать, понял, я думаю, куда позвать так, чтобы не было ощущения, что ты в ресторан, как-то банально все это понял, как-то это, и долго, такой, о, думаю, теннис, прикольно, думаю, наверное. А логика какая была? Да, просто там нету, ну, мы будем вдвоем, во-первых, на корте, во-вторых, там нету там каких-то людей лишних, левых там, ну, то есть, и в-третьих, я думаю, что когда ты во что-то играешь, вдвоем, в парную игру, когда ты разговариваешь, ты можешь понять по манере, по общению, понял, там, как она тебе мяч подаст, сделает ли она специально что-то, и ты вот это можешь, ну, для себя много чего понять, и я думаю, сейчас будем, ну, что-то пить, так близко только, я говорю, давай на маленьком квадрате играть, на большом пока рано, и вот так, так-так-так, и разговаривали, движу, аккуратно, все нормально, сходили на теннис, и я вот там сказал, ну, для себя, что все это типа, вот, это типа, вот, то, что я хочу, и, потом я отвез ее к себе домой, не сразу после тенниса, прошло несколько дней, мы еще, ну, виделись, общались, и я привез домой, думаю, мама, если скажет, это то, что нужно моему сыну, ну, как бы я по взгляду пойму это, то значит, тут вообще все вопросы снимаются, мы зашли, и все, и она там как хозяйка, все дела. Кто как хозяйка? Диана. Диана. Сразу включилась. Включилась, да. Мы посидели, посмеялись, мама моя, вот так. Сделала? И такая вот так, вот так, знаешь, там они же свое замечают, там вот такие, мне-то, ладно, думаю, но она, наверное, тоньше смотрит и увидит, и все там, не то, что прям, я не буду врать, ну, не прям так было, что мама, если скажет, нет, я до этого уже решил, я бы домой не привел просто так, но думаю, мне все равно нужно вот этот вот, вот этот вот мамин кивок, который все нормально, он все равно мне необходим, чтобы понять, что я не ошибся. Ну и все, все, прошло время, кольцо и все дела, вперед свадьба, свадьбу, я, честно говоря, не сильно хотел свадьбы какие-то делать, я думал, мы сделаем какой-то там стол, но это все, короче, превратилось в конце, там плюс еще пять человек, плюс еще, я говорю, короче, давай там 300 человек накройте стол, сделайте эту свадьбу, там организаторы все замутили, очень весело, и мы с ней улетели на месяц сразу. Что мне больше всего интересно в этой истории? Да, как вообще? Поговорить про твои страхи. Ты же человек, как творческий, всегда думаешь наперед очень много, ты придумываешь, у вас большая разница в возрасте, она пока юная, понятно, что пока ты для нее царь, бог, Аполлон, вообще там, ну вселенная, папа там, я не знаю, все вместе, она начнет расти, я уверен, ты не мог не думать об этом, она симпатичная очень, привлекательная, у нее будут обрастать там подружки, это первая проблема, вторая проблема, у нее будут, да, я так говорю, у нее будут обрастать, какие-то амбиции, желания, да, ты будешь не молодеть, ты будешь тоже взрослеть там, да, и мягко говоря взрослеть, ты когда об этом всем задумываешься, тебя это не останавливало? Ну, когда будет трое-четверо детей, я думаю, что вы сравняете себя по возрасту? Нет, вопрос, я понимаю, куда ты клонишь, что ее где-то что-то может поменять в моменте, потому что она подрастет, но если ты с ней пообщаешься, ты поймешь, что ей не 19, ей как будто лет 26-27, она с 15-16 лет, это как будто для нас далеко, для нее чуть ближе, но она с этого возраста работает, зарабатывает, она дома там, домом занимается, у нее есть брат, есть мама, она этими всеми вопросами, у нее голова настроена исключительно на какой-то результат, то есть, что мне нравится, она не тратит время впустую, то, что, в принципе, свойственно в этом возрасте, просто шароебиться, тем более, с таким, как я, когда дома, в принципе, все нормально, можно просто ходить и ничего не делать, у нее нет, она мне просто, я за январь вот столько заработала, за это думаю, ничего себе, у меня женка, мне уже иногда даже стыдно, я должен буду скоро догонять, она больше зарабатывает, чем ты? Она не то, что больше, нет, конечно же, не больше, просто она очень активно работает, она прям постоянно в суете. А кем работает? Она организовывает съемки, там, например, есть магазин брендовой какой-то одежды, или там магазин пирожных, я фиг его знает, она им организует бренды, она помогает девчонкам там правильно сфоткаться, правильно сделать там то, и в общем, у нее это все прикольно получается, и в принципе, у нее прям это офигенно получается, она в Ростове, наверное, в своей теме, она номер один, я думаю. А ты не ревнуешь ее? Я думал, ты ее вообще дома закрыл, и она не уходит. Да нет, это, блядь, это все предрассудки, и вот это вот, ты знаешь, если бы я хоть капельку почувствовал, что она дает повод какой-то, и сто процентов, я бы просто даже и не женился бы, и вот не зря говорят, есть фраза, говорит, должно быть комфортно, вот это вот я люблю, это все безусловно, там, мне первое место всегда было, если я не подружусь, и не буду уважать, ну как бы ты там не любил, ты, наверное, знаешь, это все закончится, я ей сейчас говорю, я каждый день тебя начинаю любить еще сильнее, и вот так идет, говорю, проходит неделя, я как будто тебя не знал, еще больше кайфует, и мне это состояние нравится, то есть мне не нравилось бы, наверное, если бы я с ума сошел, влюбился, ударился в омут с головой, и все только она, а она там, не знаю, как ты говоришь, там где-то сюрпризами, и все такое, нет, с холодной головой все четко, я даже в моменте думал о том, что ты говоришь, что будет вот эти вот, какие-то там всплывать вещи, но сейчас, когда я понимаю, что вот сейчас хочешь, я ей позвоню, что ты делаешь, она что-то делает, она, то есть она по-любому, так, я сейчас к бабушке заехал, надо было там, у нас в больнице, надо было это завести, сейчас я еду туда, сейчас я после съемки поехала домой, там надо будет думать, сейчас этот, там Марина Владимировна позвонила, надо счета квартиры, вот так просто весь день, и я понял, что она не просто, знаешь, она не заебщик, она помощник, короче, и я от этого прям получаю удовольствие, с ее приходом, в мой лексикон, в моем лексиконе появились слова, такие как восхитительное, потрясающее, эти слова никогда не употреблял, и сейчас не говорю для того, чтобы подумали, что у нас все там, знаешь, идеально, да, идеально, да нет, конечно, какие-то моменты, где-то что-то, все равно сбойчики могут быть, но, а из-за чего ругаешься с ней, амиран, я тебе клянусь, мы ни разу с ней еще не поругались, но, сколько вы общаетесь, вообще, вот суммарно, помимо свадьбы, наверное, уже полгода, точно, ну, я даже не, ну, то есть, бывает, там я где-то голос могу повысить, но, это не доходит до скандалов, и кайф в том, что она даже не раскачивает эту тему, я приходил, последнее время, у меня там немножко депрессивный период был, я домой приходил без настроения, она это видит, а я понимаю, что по отношению, мое отношение к ней сейчас нечестное, что я без настроения, она меня тут так встречает, и я, то есть, понял, как мудак какой-то пришел, и, не дай бог, сейчас накосячит, что-то могу вспылить, она этот момент тонко чувствует, и, то есть, поесть, массажер у меня для ног, вот этот, PlayStation, вот этот, все этапы, все этапы пройду, и потом она мне смузи делает, фрукты там, я думаю, нифига себе, блендер этот купила, и приносит этот смузи, она говорит, смузи для музи, это смешно, и приносит мне, я выпил там туда-сюда, и такое, чуть-чуть настроение нормально, думаю, как же у меня все хорошо, и в этот момент она только может сказать, а что случилось, понял, это так, настолько прикольно, что нету вот этой темы, что какого хрена ты на меня вешаешь свой негатив, я тебя тут встречаю, блядь, а ты тут пришел, своим носом ворочаешь, весь день тебя дома не было, я тут ждала тебе там, заказала всякие пироженки, чтобы ты кайфанул, как у нас стол накрыт, а ты, блядь, тут своим негативом зашел, даже со мной не раз говоришь, она этот весь момент пережидает, и я от этого, не то что кайфую, я понимаю в этот момент, насколько мне в принципе, Бог просто дал, ну понял, нужного, правильного человека рядом, и я в этот момент забываю, что я 19, потому что кто-то в 45 это сейчас не понимает, Тём, полгода всего прошло, три года спустя, думаешь, так же будет? Откуда я могу знать, всё может быть, может меня не будет, может её, я не знаю, что может быть, через три года, с учётом того, что в мире происходит, да слушай, знаешь, как говорят, есть несколько этапов, знакомство, общение, дружба, уважение, любовь, постель, если ты порядок нарушаешь, то скорее всего, всё пойдёт у тебя по пизде, если ты познакомился где-то в ресторане с девушкой, засосался с ней в этот момент, и через полчаса ты её долбишь в сортире, а потом ты думаешь, что я её так люблю, и вот это, потом начинаешь с ней гулять, ходить, она меня ждёт снизу в машине, я её жду, так где там будет уже уважение, ну то есть, понял, и я для себя понял, что есть вещи, которые веками уже сделаны, зачем это сейчас менять, вот это то, что есть модные вот эти, мы одинаковая женщина, мужчина, там, блядь, феминизм, вся хуйня, я думаю, блядь, наши предки прожили уже хуево тысяч лет, и они это всё прошли, и тебе дедушка, прадедушка, прапрадедушка говорил это, вот так показали нам, вот моя жена, мой дедушка жил с бабушкой, он её уважал, ну, безумно на людях, она была самой лучшей женщиной на свете, дома они могли ругаться, на детей, ну, короче, место знают своё, как бы ни было, если вот это всё изначально правильно от семьи идёт, и у неё это так, и она знает, что такое женщина, что такое мужчина, без вот этого, вот, я с тобой наравне, это не будет никогда. В социальных сетях, если она будет активно развиваться, ты её будешь ограничивать? Нет, она развивается, у неё там около трёхсот тысяч подписчиков в Инстаграм. И ревности нет потенциальной? А у неё, ты зайдёшь и увидишь, что у неё в основном девочки, даже если какой-то придурок что-то написал, ну, наверное, вот эта закалка, которую мы прошли, что в принципе, комментарии, и всё, что люди пишут, это полная хуйня в итоге, в конце, да? Наверное, поэтому я, может быть, чуть поспокойнее. Если бы у нас была сфера разная, там, ну, грубо говоря, она бы вышла замуж за какого-то там другого кавказского мужика, который там занимается стройкой, он бы, наверное, нервничал. А я понимаю, что это всё хуйня. Вот то, что этот человек сейчас написал, он дал просто ебанат какой-то. И, скорее всего, это просто, ну, как бы придурок будет из... Ну, я знаю конец этой истории. Найти будет, извиняться, плядь, нахуй этим заниматься. И я знаю, самое главное, что она сама, кто бы что ни написал, мне это пофигу, кто что пишет. Главное, её реакция. У неё нет на это реакции. У неё внутри есть чёткое понимание, что всё, вот мой мир. Я тебе, вот, не хочу, знаешь, там, сильно приукрашивать. Я не приукрашиваю. Я просто не могу подобрать слов, чтобы ты понял. Но, наверняка, будет момент, когда мы вместе там сядем где-то за стол, познакомимся, и ты поймёшь, ты пообщаешься с ней и всё поймёшь. Тебе хватит минут 15. Есть иногда детские вещи. Мы на мопеде едем, просто сели на мопед, и я там нажимаю газ этот, и такой, и вот так, фу, и ветер, и она, у-у, ветер. Вот это, короче, а мне это так нравится, понял? Я думаю, блин, прикол, это настоящая, понял, настоящая эмоция. Да я по сторисам, когда у тебя смотрю, у меня ощущение, как будто, ну, такой ребёнок непосредственный. Ты даже её копируешь вот так, это очень смешно, типа, она что-то говорит, и ты её копируешь. Я думаю, блин, какая интересная семья образовалась. И мне такое, думаю, обязательно спрошу у Тёмы. С головой всё нормально, воспитание шикарное, у неё очень-очень строгие родители, при всём при этом она современная, она красивая, она понимает место мужик-женщина. Я не знаю просто, где найти ещё, второго такого человека. Вот сейчас пацаны, мои друзья смотрят, как, как, как. В общем, не бояться, Тём, жениться на юной девчонке, если... Амирант, самое главное, я не знаю, как ты к этому относишься, но в целом всё-таки надо найти... Микрофон. Найти человека, который... Сейчас женщины меня в этот момент будут, наверное, чуть-чуть ненавидеть, но всё-таки я считаю, что женщина должна немножко под мужика подстраиваться. если она хочет, чтобы он чего-то добился и шёл, не обламывался, внутри не был зажат. Мужики чуть меньше живут из-за этого. Ну, ты знаешь эти статистики. Пацан не может свои эмоции как-то, ну, выразить, там, как поплакать, ещё что-то. Он должен быть открыт. У него жизнь не должна после свадьбы поменяться. Я не должен чувствовать, что у меня забирают, я должен чувствовать, что мне прибавилось. И как ни крути, в семье локомотив — это мужик. Это... Ну, как бы они ни пиздели, блядь. Мы там, женщины, тоже можем. Ну, можете, делайте, ну, окей. В конце концов, женщины нас рожают, всё равно они выиграли. То есть, они же нас сделали, я не знаю, фиг его знает, как, зачем в этом вообще соревновании участвовать. И вот, если ты хочешь найти, девятнадцать лет ей, двадцать семь, сорок пять, вот пока она это не понимает, я думаю, что там семья будет всегда на грани. Вот так по тонкому льду будет идти. Ещё раз зафиксируем, правильно я понимаю, что Диана тебе на нервы не играет? Вообще нет. А даже, когда чувствуют, что что-то такое есть, наоборот, не участвуют в этом. Или так делают, чтобы я успокоился. Никаких... Вот сейчас я в Туре... У неё куратор есть, в виде мамы её там, или бабушки какой-то? Нет, нет, я... Ну как, ты понимаешь, я тебе опять говорю, вот это вопрос к тому, что вот девятнадцать лет, так не думают. Ну да, она уже не бежит звонить, вот он такой пришёл, что мне с ним делать? Амиран, я когда вот это всё увидел, я поэтому понял, что тут даже думать не надо, и можно жениться. И она не глупая, она мудрая просто. И то, что она понимает в свои девятнадцать, это могут в пятьдесят два не понять. Некоторые, я вижу там, у меня тётики же есть. Я же вижу, как они с мужьями некоторые общаются. Но я не пользуюсь тем, что она будет всё теперь для меня, только вокруг меня нет. Всё, что ей нужно, я всегда включусь, помогу. Мы прекрасно вдвоём кайфуем, проводим время. И вот сейчас я в туре, в гастрольном, стендаповском. Я говорю, я не против, чтобы ты со мной ездила, но это такой бичевской образ жизни. Я вышел с какого-то самолёта, в какой-то машине, хрен пойми, с кем, куда-то едут. Я просто не хочу, чтобы ты вот это вот видела и как бы в этом участвовала. Будет большой концерт в Москве, ради бога, там, можешь быть рядом, но я хочу тебя поддержать за кулисами. Давай приеду в Москву, в Москву, давай приедем там. И всё такое. А она тебя не ревнует к твоему образу жизни? Я думаю, что нету поводов. То есть ты сейчас не гуляешь? Клянусь тебе, если вот ну с того момента, как я... Подожди, тебя пацаны, получается, потеряли, с которыми в Москву с тобой приезжали? я же тебе, я же почему тебе рассказывал, что я года два-три уже в таком режиме. Я прям успокоился, понял? Да я не то, что даже бежал, я же никогда на тусовках не был. Ты видел, чтобы я тусовался где-то? Я к тебе домой приезжал здесь в Москве, иногда мы там что-то мясо жарили, если это тусовка. Ну и там, может быть, несколько раз с ребятами выходил куда-то в караоке там. Я давно в таком режиме, где мне спокойно. Я сам по характеру не тот человек, которому необходимо обязательно там женское внимание, разные женщины там. Знаешь, я знаю, есть такие люди, не могут, просто не может человек. Мне достаточно вот выбрать, если мне там все устраивает, я даже лишний раз пачкаться не хочу. Но вот это вот, зачем портить? Знаешь, конечно, никто не застрахован от вот этих всех каких-то там сложностей, семей, где-то кого-то куда-то всегда понесет, не дай бог, конечно, но та идиллия, которая есть сейчас у меня и гармония, которая мне абсолютно нравится со всех сторон, я себя чувствую превосходно в семье. я ощущаю полностью себя мужиком, я кайфую, что у меня вот такая жена, и я капец как хочу с ней детей. У меня нету в голове даже ощущения, что я могу с кем-то, с другим это сделать. Нету этого человека рядом, я его не встречал больше. Вот мне 36 лет, я никого... Вот есть бывшие какие-то примеры, это все не то. Вот это я понимаю, что оно, она, оно, но я вот это все не хочу испортить, просто какой-то гадостью. Поним? Просто интересно, честно тебе скажу. это же как, ну, это гадость будет, и я буду виноват, и как я буду потом приходить домой. Я уверен, наверное, что даже, главное, вот знаешь, если я заведу любовницу, которую буду там ходить, гулять, с ней отдельная у меня какая-то любовная жизнь, где я там с ней провожу время, помимо того, что ты просто чпокаешь, покупаешь ей там что-то третье, десятое, это, наверное, для любой женщины очень суперобидно, гиперобидно, особенно, на которой ты женился и с которой ты детей планируешь. Это, наверное, самое обидное, то, что можно не простить. Я думаю, даже, что любая мудрая девчонка вот эту мимо проходящую измену какую-то в бессмысленную тупорылую по пьяни какую-то хрень, не дай бог, случившуюся, я не говорю, что это правильно или надо это делать, она нам может быть на этом, но пройдет там месяц, два, три, закроет глаза. Но вот именно вот этот бред, когда я знаю ребят, у которых есть любовницы, и я вижу его напряжение в жизни, он все время в напряжении, потому что ему надо спрятать, блядь, телефон, один, второй, там не открыт, там пароль поменять, ему надо сейчас там время рассчитать, чтобы он на работу успел, ему надо лежит какой-то там в этой любовнице, надо не спалиться, пока заходит, весь все время в напряжении, блядь, все время, и я думаю, вот если есть такие типы, которые необходимо засандалить другую женщину, чтобы напитаться энергией, просто идите к проституткам, и все, блядь, и все, ну я не призываю, но вот заводить другие отношения, когда у тебя есть одни, это ты сто процентов, вот я думаю, что ты уверенно уничтожаешь свое здоровье, и скорее всего, ты не протянешь до глубокой какой-то там старости. Что кроме измены ты еще не готов простить любимой женщине? Отношения к детям, если я... Пренебрежительные? Да, конечно, если ребенок не чувствует маму, все, очень, вообще, это сразу расход, лучше пускай поизмена будет. А как поможет расход тогда в данном случае ребенку? Ребенку никак, а знаешь, да нет, сейчас, кстати, по новым, не по новым, а в принципе по законам нет такого, что ребенка оставляют с мамой, ребенок может как с папой, так и с мамой остаться, и он там с 5 лет, его мнение учитывается, но не считается, я эту всю процедуру уже проходил, но в целом, если она не смогла сделать так, что ребенок не говорит первое слово мама, и там с ума не сходит, когда ее видит и не бежит к ней, как бы она там его не поругала или ее, значит, она, ну, значит, она вот так вот сделала, это я не буду, ну, как бы я, я с таким человеком разойдусь и попрощаюсь точно. Темыч, у тебя есть сын от предыдущего брака, да, сколько ему лет? ему 15 уже. То есть у тебя 4 года разница между твоей новой супругой и сыном от предыдущего брака. Они виделись? Вот так ты не говорила, у меня он родился 20, мне было 20, 20 лет ему мне было. Они виделись? Конечно. Как он к ней относится? Нормально, с уважением, он немножко стесняется, это прикольный момент, так он так, он приезжает, он же остается у меня там, мы же там все рядом живем, все, и он там, у него есть манера такая, он так делает, как-то, когда стесняется, это я тоже так в детстве делал так. Да прекрасно все, ты знаешь, что мне нравится, то, что она, если пошла куда-то в магазин, например, купить себе духи или там безделушки какие-то там бусинки, она обязательно купит ему тоже что-то или мне тоже что-то. То есть приходит кто-то Артурику Майка, а себе я купила бусинки, а этот тебе, а этот маме, а этот тому. А кто по национальности Диана? Ассирийка. Нифига себе. Да. В церкви у нас, в армянской церкви было венчание. Это же очень древний народ, как езиды, кстати. Я думаю, что, наверное, одни из самых древних. И в армянской церкви я стою, у нас венчание, значит, и подходит женщина, которая готовит к венчанию, говорит правила, вот там есть этот... Проходишь обучение минимальное. Памятка, да? Да, да, да. И она, значит, говорит, а вы по-армянски знаете? Ей? Да. А Диана говорит, я не говорю, но я понимаю. Она говорит, плохо, очень плохо. А я говорю, она говорит, ассирийка, они говорят на арамейском языке, на нем Иисус разговаривал. И она такая, а, хорошо, я ушла. Думаю, прикол. Но знаешь, она прекрасно говорит на ассирийском, и они дома у них, и армянский понимают, они же у них, вообще на ереванском, армянском у них дома разговаривают, они с Арменией. Но это не то, что я такой, если бы это был другой человек, там, неважно, было бы русское, вот то же самое в ней было, я все равно женился, была бы там, не знаю, там, испанка, кто бы ни был, лишь бы вот такие понимания были, и все. Ну, блин. Мне, знаешь, что понравилось? Ее папа пришел, вот так, и мы сидели за столом, он говорит, вот он твой муж с завтрашнего дня, за день на свадьбе. Говорит, что бы ни случилось, ко мне не приходишь. Серьезно? Вот с ним все решаешь, говорит, и знай. Все дома, вдвоем, никуда не убегаешь, никуда не уходишь, решаете вдвоем, и слушаешь его. И она это выполняет, пока, как я понимаю. А у нас нет вопросов, что надо слушать. То есть, я не знаю, вот знаешь, как будто бы все так происходит, как будто и даже говорить ничего не надо. То есть, и у меня нету напряжения, что мне надо что-то объяснить. То есть, я не... А ты у нее интересовался, какая у нее цель в жизни главная? Вот вообще, что она хочет? Ее мир узнал? Она... Ну, у нее в голове очень сильно... Она очень хочет работать, и чтобы ей это не запрещали. Это у нее прям огромное бешеное желание, как в сериале. Да, это важно для нее. И я подумал, что я ей не буду что-то запрещать в ее работе, потому что там, в принципе, все нормально. И наоборот, я говорю, если тебе хватает времени, давай что-то добавим тебе там. Хочешь кафешечку тебе откроем, небольшую там, не знаю, кондитерскую там, что-то там, какие-то, где девочки собираются. Хочешь там магазинчик тебе какой-то, что-то, чтобы тебя это больше развлекало, затягивало. Она... Ну, я подумаю, сейчас вот недавно, говорит, давай магазинчик, типа там шмотки какие-то. Я говорю, ну, давай, занимайся. Ну, то есть, никаких... Ну, что у нее? Вот она что хочет. И понятно, семья, дети. Детей хочет. Блин, очень интересно, Тём. Я рад за тебя, честно. Приедь в гости. Я тебе говорю, приедь в гости. Ты меня на свадьбу даже не пригласил. А я забыл. А ты, блядь, все время пропадаешь куда-то. Как я должен помнить, где ты вообще находишься? Я еще уникальное решение... Честно говоря, я тебе скажу, если по-честному, я проебал. Знаешь, почему? Я когда увидел сторис, я, если честно, я клянусь, я думал, вы кино снимаете. Это все на скоростях готовилось. Я говорю, если мы с тобой делаем свадьбу, это должно быть в 23-м году, потому что 24-й год, я не верю. Я говорю, 24-й год, я считаю, что мы должны просто жить. Дожить, прожить. Вот так должно быть. Не хочу в этом году ничего делать, в 24-м. И мы на скоростях, я даже там особо не участвовал в организации свадьбы. Просто какие-то там мелочи, где-то немножко поучаствовал, кто с кем должен за столом посидеть и все такое. Ты на таких бешеных в этом ритме было, что я там много чего попроебывал. Скажем так, обиделось очень много человек. Что ты не всех вызвал, да? Да, брат, я тебе клянусь, знаешь, во-первых, я к этому так отношусь, что, блядь, сделали, проехали, я понял. Вот жизнь есть, приходите в гости все равно. Я всех люблю. Есть люди, которых я позвал, они не пришли, и мне от этого обидно. А есть люди, которых я забыл позвать, им тоже обидно, что как бы это кончено с моей стороны. Меня это что удивительно, как ты рассуждаешь про семью и эти отношения, потому что я всегда тебя считал таким достаточно пофигистичным парнем. Я себя тоже. Я так, я думал, что я в какой-то момент, я решил, что я даже в прикол уже друзьям говорю, наверное, это будет вот так, какая-то девчонка появится, просто родит, я уже думаю, там будет ребенок, буду заниматься его воспитанием. И вот так уже думаю, блядь, знаешь, когда последний раз мы полетели куда-то вместе отдыхать, я просто пять дней не выходил, четыре, пять дней, блядь, не выходил из номера, спал просто. Они тусовались там, бассейны, вау, тёлки, клубы, блядь. А я поняла, я себя ловлю на мысль. Диана, ты миша, или с кем? Да нет. Какая Диана? А с друзьями? С друзьями? Какой Диана? Я думал, с подругами типа двух сил. Нет, какие, блядь, нет. Я до свадьбы имею в виду, пока я не встретил Диану, мы улетали с друзьями вот куда-то, и я просто ловлю себя на мысли, что я сплю и думаю, и просыпаюсь, и записываю идеи какие-то творческие. И не выходят. Они говорят, приди, побухаем там что-то. Я думаю, ну блядь, ну что, я сейчас напьюсь, там будут какие-то тёлки, всё там вот так закончится, я проснусь, у меня будет болеть башка, опять пойду выпью там бокал пива, чтобы прийти в себя, и потом вечером всё опять то же самое, дойдёте, вы нахуй уже заебался, блядь, от этой жизни. То есть энергия высвободилась, вот раньше, которая была на поиск, сейчас включилась в работу, правильно понимаю? У нас ещё так получилось, что да-да, в работу точно, я прям всё время в работе, и мне это нравится, я это даже не хочу нарушать. В коллективе, в группе, ну как бы в команде, скажем, блядь, не в команде, а среди друзей, я старше. Я всегда в голове понимал, что мне надо этот шаг сделать. Как пример, да? Да, конечно. У меня хотя бы ребёнок есть. Не троллят тебя, пацаны? Нет, не с чего, нету, все работают, мы всё равно, если надо, в пятницу, в субботу где-то посидеть, увидимся, посидим, не с чего троллить. То есть, я же не пиздюк 24-летний, который там пропал с радаров сразу. Понял, какой-то нашёл свеженьку. Каблук стал, да. И всё, каблук чела. Я недавно придумал фразу, у меня из зала на стендапе, спросил кто-то, ты каблук? Я говорю, у меня так, ты чё, у меня такая же, ну, если она узнает, что я каблук, она мне пизды даст. пацаны в принципе тоже успокоились, то есть, они тоже работают, тоже, им надо найти просто Джон, и просто так, то есть, нету этой, мы нагулялись нормально, короче, чё говорить, мы охуенно гуляли, меня ничем не удивить в этих гульках, и я в голове всегда понимал, что женщина должна быть одна, ну, без вот этих вот параллельных романов, а вдруг меня занесёт, а вдруг я в ту влюблюсь, а вдруг это нихуя, ну, в какой-то момент это надо прям вот здесь включить, даже если это произойдёт, надо забить хуй, и всё равно понимать, что у тебя с тобой самый пиздатый человек сейчас, который вот всё как ты любишь, вот всё вот так делать, вот такую найди себе. Вдохновил, Тём. Найди себе. Дал надежду, я бы сказал. Она должна понять тебя, блядь. Как тебя понять? Ты сегодня здесь, завтра в хуй пойми. Да я сам себя не понимаю. Но уже надо уже. Но ты знаешь, мама опять меня, ты знаешь, я раньше вообще не воспринимал это, но сейчас начал прислушиваться к маме, что надо среди своих хотя бы, даже не по национальности, а именно вот южно-восточных попробовать посмотреть. Вот это вот тоже, не делай вот такие рамки, не ставь, просто найди человека, который для тебя человек. А где искать его в Москве? Ты же знаешь, какие всё становятся. Ну, в Москве, в Москве, там, блядь. А тут отдельный отбор людей происходит совершенно. Ну, я думаю, что ты не глупый пацан, у тебя в жизни столько всего было, и ты столько всего и добился, и обратно добился. И потерял. И потерял, и обратно добиваешься, и ты всегда с чем-то справишься. Ты по-любому, когда увидишь её, она вот так будет. Но там другое включается. Это не... Это... Я, знаешь, ну, поскольку мы так откровенно разговариваем, я подумал для себя, если я с ней увижусь, и не дай бог я захочу её, как женщину, имею в виду, вот как сексуальный объект, понял? Я сейчас увижусь, и с первой секунды такой подумал, когда же я там. То значит, понял? Плохой сигнал. Да, сигнал не тот. То, и когда я шёл, думаю, господи, хоть бы... И понял её такой, вау, я с другого охренел, понял? С других вещей. Что по-человечески интересно стало. Да, это вообще абсолютно другое. Это прям, блядь, это другие эмоции. И вот это... Вот в этот момент мужик не сильно разбирается, понял? Потому что тебя в моменте въёпывает, она тебе в первую очередь нравится, как сексуальный объект, как женщина, которую ты хочешь переспать, раздеть, увидеть, прижать, обнять, блядь. Вот это всё ты хочешь схватить, не отпускать. А тут прям, блядь, разумный. Всё по полочкам расставлено. В голове понимает, как себя преподнести, как ты... Вот знаешь, как смотрю, поражаюсь там, с сестрой моей хорошо общает. Ну понял, но всё как должно быть, блядь. Вот не дай бог это сглазить кто-то. Вот тот тип, который пишет меня всё время, он про неё тоже что-то пишет? Да нет, брат, ну, конечно же, вот этот этап был, когда писали, вот, блядь, ребёнок. И знаешь, что самое обидное? Больше всего ассирийские и армянские... Не верят в вас. Эти, как... Паблики. Паблики. Вот они больше всего вот эту тему обсуждают. Типа, вот разница у них, вот она подкинулась на него и за деньги. Блядь, ну какие деньги у меня... Ну ты вот меня сколько лет знаешь? Да, я не бедствую, я не говорю, что у меня нет их вообще, но я не богатый человек какой-то, который купается в деньгах и кому надо отдать свою жизнь, и тем более молодость. Ну да, большим трудом и переживаниями это всё добивается. Она не так, которая бесхозная, там ничего не имела, она всё... У неё всё нормально, и поэтому это не тот случай, когда надо это говорить вообще. Но вот эти злые языки именно среди наших почему-то, они прям... Ну понял. Я говорю, не читай, не обращай внимания. Слава Богу, нормально реагирует. Я ей говорил, это будет этап такой, и ещё... Подожди, ещё дальше будет. Я-то буду расти, и все всё равно будут... Она с ним, потому что он себе квартиру в Дубае купил, блядь. Не дай Бог, я тебе желаю, чтобы ты только рос и твоя семья укреплялась. Ты был примером для меня в том числе. Надо делать всем такие круги. Вот ты бы не хотел... Вот знаешь, я бы как кайфанул, если бы все мы, которые немножко с головой дружим, пока. Вот такая улица одна, и мы все там живём, блядь, и чуть-чуть успокоились, вот так вот, просто ставим камеры, уже там человек 30, зрителей осталось даже. И вообще, и вечером вот наши дети на этой улице бегают, играются, все в таком квартале в прикольном, между собой все дружат, какое-то вино пришёл, открыл, кайфанул, там у тебя жена стол накрыла, тут у меня накрыла. Я пока не представляю себе это, видимо, выжить в Дубае на тебя так повлиял, что люди с разным жизненным путём всё равно оказались такими родственными душами, потому что это всегда нас разделяло, а видишь, в одно место вас поместили, и ты начал понимать, что они те же переживания и тот же путь плюс-минус проходили. Но у тебя нет ощущения, что ты сам себя иногда наёбываешь. В каком плане? Но ты всё равно внутри хачё. Хач. Ты не вник хотя. Ты внутри, что ты в это укладываешь. У тебя кузов. Я имею в виду... Так ты тоже, но ты же при этом всё равно выбор девушки сделал другой. Да нет, вопрос не в девушке, дело не в этом. Я имею в виду, я когда к тебе в гости приезжал, ты всё равно жарил мясо на мангале, блядь, когда в первый раз приезжал, и всё равно сидел за столом, накрытым, пил это вино, как будто клонишь. Что это значит? Какой вывод? Потому что это у нас в генах, блядь. Я считаю, что мы с тобой не типичные хачи. Не, не, мы не типичные. У нас не сильно это всё... Ну, то есть, у меня такого нет, что там всё вот так вот должно быть, как где-то когда-то там кто-то, блядь, сказал, или ещё что-то. Но просто в генах всё равно заложена какая-то вот эта, блядь, вот этот вот ёбаный не нарезанный огурец, а цельный, что прижал. Знаешь, что-то я люблю, когда сыр, блядь, целый огурец, зелень, блядь, стол. Даже если я не хочу есть, это всё вот так вот лежит. И я вот от этого кайфую. Что стол накрыт, ты имеешь? Да, да. Смог я сейчас это передать, что я имею в виду или нет? Скорее всего, нет, потому что я запутался сам. Но в целом имею в виду, что ты бы... Вот ты всё равно внутри вот этот человек. Вот там у тебя где-то он скоро проснётся ещё два года. Так, это мне поможет или навредит? Пойдём на эту улицу, которую я описал. Пускай все там будут. Да я только буду рад, конечно. Только буду рад. Нам же, мы же достаточно одинокие люди, на самом деле, творческие. Ну, типа, вот мы в работе много, и потом постараемся жить одни, находиться, то есть общаться в малых... В мыслях мне всегда кажется, что я одинок. И как будто... А вот, кстати, интересно. Я во всех своих отношениях очень быстро начинал себя чувствовать одиноким всё равно и непонятым. Хотя всегда входил во все отношения и думал, что вот, наконец-то у меня соратник появился. У тебя это ощущение осталось или пропало с Дианой? В чём одинокие? Имеешь в виду в рабой? Просто вот как человек непонятый до конца. Вот ты наедине с ней, когда долго остаёшься, ты себя чувствуешь одиноким? Нет, 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 Ну, мы не так много времени провели, чтобы я прям такой вывод большой сделал. Но в целом, из того времени, которое сейчас прошло, точно могу сказать, что нет. Она позже тебя засыпает или раньше? Вообще, и как она говорит, у нас вообще с ней хиппи штука за это. Я люблю, когда немножко в комнате что-то светит откуда-то, есть свет, у меня должен работать айпад или айфон там, что-то там, где-то телевизор вдалеке или там, откуда-то свет должен быть, я не могу в полной темноте. А она спит только в полной темноте. И я думал, как с ней договориться, понял? Ну, тоже не кайф, не может уснуть, а я не могу так уснуть. Мы же не будем сейчас из-за этого в разных комнатах спать пока рано. Чуть позже, может быть, да, да. И я придумал. Я говорю, зачем я женился на красивой девушке, чтобы её не видеть, что ли, в кровати? Она, ну ладно, включи свет. Ну, не свет, а чуть-чуть там где-то что-то включил. Вообще, когда как, засыпаем, ложимся одновременно, плюс-минус, а засыпаем, иногда я, раньше иногда она. Этот вопрос непринципиальный. Она говорит, ты всегда говоришь, сейчас я чуть-чуть глаза отдохну, ты через минут 10 ты уже спишь. Я говорю, а, значит, всё-таки я иногда раньше засыпаю. Тёмыч, про выгорание. Вот мне очень интересно. Я вот, например, блоги очень устал снимать, никак не могу их отпустить, а при этом люди очень многие всё ещё хотят, чтобы я их продолжал снимать. Но ты делай то, что ты хочешь. Вот, вы с Тёмой очень долго снимаете вот эти образы. Вот этот образ я всё равно не могу его назвать долбоёбом при тебе. Такое ощущение, как будто я тебя, ну, типа... Я его описал в одном из, где-то, где-то в какой-то передаче. Для меня это мой ребёнок внутренне, которого в детстве обижали, но он всё понимал. И кто-то его назвает долбоёбом. А как вот, как назвать его не так грубо? Ну, наверное, просто долбоёб. Мы в серии Каха говорил, он долбоёб, и нас это смешило. Наверное, поэтому... В целом, это инфантильный немножко... Давай инфантила, да, вот назовём. Тебе в 37, в 36 не сложно играть вот это? Тебе уже не надоело? Серьёзный вопрос. Ну, ты видишь, я чем замещаю, скажем так, какие-то другие мысли? Это вот сейчас стендап. Вот там другой, я там же не в образе. Я там вот как сейчас я с тобой разговариваю. Да. Просто я там рассказываю историю, кстати, вообще ни одной шутки нет. Я просто рассказываю, и оно само по себе там так написано, что, ну, человек выбирает, смеяться ему или плакать. Вот такая тема. А я в образ входить именно... Но ты сейчас, если посмотришь, он же уже поспокойнее стал. Я даже сам по себе замечаю. Второй фильм посмотреть, да. Во втором фильме он поумнее, конечно, стал. Видишь, это я писал, получается, и я всё равно так его написал, как я сейчас себя ощущаю. А тебе не стыдно за него? Тебе как Артёму? Не-не-не-не. Я бы хотел в лет 60 быть, ну, отыграть ещё ебаната завершённого. Лет в 60. Да-да-да. Я бы прям хотел, чтобы этот человек остался вот таким, ну, пусть, как его называют, долбоёбом. Окей. Но я его чуть-чуть по-другому люблю, поэтому сейчас я его долбоёбом не называю, но если у меня хватит сил, энергии, то я с удовольствием бы отыграл старого деда, который, ну, не в 60, даже в 75, знаешь, смешного ёбнутого деда, без вот этих вот, а вы знаете, я какой путь прошёл, что вы мне сейчас такую роль предлагаете, я бы наоборот сказал, предложите мне что-нибудь такое, чтобы все сказали о натуре, ёбнутом. Блин, я только сейчас я поймал на мысли, что вы в какой-то степени, если дальше будет так продолжаться, вы будете похожи на кавказских Стоянов и вот второй, А, да-да-да-да, Юрий Стоянов и Илья Олейников. Да, вот они же реально до конца своих дней вот этот образ поддерживали. Ну, кстати, а что, почему бы нет? И мы об этом тоже разговариваем часто, я говорю, вот прикольно было бы, говорю, если бы мы такие старые, уже, знаешь, лет, я где-то даже говорил на видео, не помню, что если мне, ну, доживу до 87-88 лет, я сниму серию, где я вот так подойду к вентилятору, который обдувает, и вот так достану девчонку просто, да, письку вот такую дряблу, и в вентилятор, чтобы вот так было. То есть идея на старость даже есть, да? Да-да-да. То есть есть смысл дожить до этого возраста, чтобы и люди вот будут ждать, знаешь, сделает он или нет. Ну, кто доживет, тот увидит. Прикинь, как смешно вот этот просто свисток такой. У меня в детстве все время... И на смартфон снять, да? Просто в серии, просто вот так начать. А, в серии даже? Фильм, просто... Блин. Вот к такому деду внука привезли, прикинь. Просто вот так начинается на воспитание. Ну, вот так, поэтому я нет, мне за него ни капельки не стыдно. Хорошо, а серьезные сейчас проекты, стендап, семья, тоже проект назовем, да, условный, телек, не убирает вот эту вот легкость этого инфантила? Тебе не приходится себя пересиливать, чтобы к нему возвращаться? Ну, то есть сейчас вот сидит серьезный дядька Артем Калайджан. Смотри, я же, когда тогда снимал, я в кадре вот это делал, а вне кадра я подходил к оператору, к режиссеру или кому-то и говорил, блядь, вот это надо переснять. И вот таким голосом говорил, вот это вот мне не нравится, давайте переделаем. Они говорят, окей. Я потом, эй, и там другой. То есть мне просто войти в образ не так сложно и вспомнить его. То есть я для себя его не теряю нигде. Там, где я сижу наставником в кресле на ТНТ, я там Артем, который вот так живет, ну, как обычной жизнью. А когда надо войти в образ, я пойду, войду в него. И все, переоденусь. Не противен тебе, Серго. Нет. Круто. Нет. А как он мне, может быть, я его люблю. Я его очень люблю. Он тот, через кого я хотя бы через юмор могу передать все, что меня когда-то сильно задевало. Да, я это чувствую. Что-то меня обижало. Это чувствую. Что-то я запомнил и думал, несправедливость ощущал, еще что-то. Вот через него я это все передаю. Кто это видит, тот понимает. Кто не замечает, ну, окей, думает, что он долбоеб такой, который вот такие мысли говорит. Но, по сути, это вот, вот он мне помогает. А когда вы это пишете, ты вот уже сам себе не говоришь? Блядь, я уже не хочу, чтобы мне так говорили. То есть не смешивается этот образ, если он изнутри с тобой, с нынешним настоящим? Нет. Есть вещи, когда я уже по-другому пишу. Мне кажется, уже не фасон даже. Даже по возрасту. То есть раньше, если я мог, там прибежать и сказать, ка-ха-ка-ха, смотри, какие я кроссовки купил. Он такой не посмотрел на них, я заплакал из-за этого. Сейчас уже мне это будет неинтересно, даже внутри. Мне сейчас по-другому интереснее. А как ты сделаешь по-другому? Ну, примерно, вот что ты сделаешь, если ты ограничен все равно в поведении? Сейчас вспомню что-нибудь прикольное. Ну, например, даже если я ему скажу, есть жвачка в образе? Он скажет, нет. Пройдет время в серии, и я случайно увижу, как из его куртки выпадает жвачка. Понял? И я поменялся, когда в комнату зайду. То есть он повесит куртку, у него там была жвачка, и он увидел. Это для него пиздец, какая обида. Он бы вот так зашел сразу. Депо я что-то знаю, блядь. Какой ты гандон. Ты сказал, жвачки нет. Это бы, я думаю, что на примере жвачки, это, ну, можно как бы помасштабнее сделать, ну, тут, в принципе, понятна обида. Это может быть жвачка, может, могут быть деньги, если выше показывать, все что угодно может быть. Может быть спасательный круг, когда ты тонешь, а ты его не дал. Ну, то есть, и ты вот на этой жвачке это показал. И вот это мне заставит немножко задуматься. Вот так бы я снял. Блядь, интересно. Темыч, скажи, есть у тебя внутри у самого то, что еще там условно не сыграно или не придумано именно в виде, там, может, даже некой мечты. Может, она и нереализуема. Ну, вот что внутри еще сидит такое, что Тёма бы хотел реализовать в творческом плане? Я, если говорить за творчество, ну, я что, как будто я так всего добился, что, вау, у меня тут не осталось никаких мыслей, идей. Нет, я так, я, я же не актер, я просто делаю то, что я умею. Вот я его так и пишу. То есть, по сути, актер должен уметь разные, да, там вещи какие-то делать, он умеет сразу там отыграть какого-то жадного там злодея или там отыграть какого-то доброго. Я такое не смогу сделать. Я умею вот одного человека вот этого делать, ну, и самого себя, может быть, могу спокойно играть. Или чуть-чуть еще глупее персонажа дать. Если говорить за творчество, мне бы было интересно режиссировать, вот стать режиссером. А серьезную роль какую-нибудь драматическую? Пока нет. Я думаю, что это все будет для того, чтобы кому-то что-то доказать, а не потому, что ты внутри так хочешь. Если я захочу действительно погрусти, где-то что-то, я подумаю, что с этим сделать. Может быть, где-то это можно будет дать, отыграть и такого персонажа выдать, но пока я не чувствую такого. и просто отыграть ради того, чтобы доказать кому-то, что смотрите, я еще вот так могу, вообще, это не моя тема. Честно, это будет ради чего-то, ради кого-то, но это точно не я буду. Зачем мне это делать? Даже стыдно немножко. Вот мне прислали сейчас только что фотографию девчонки, которая общалась с нами в одном кругу и прислали ее ценник с Телеграма. Пожалуйста. Типа аскорт, да? Да, она всю дорогу была в компании, все нормально, то есть вот так с ней идут ружья. А вот в этот момент ты осуждаешь девушку? Если ее же, понимаешь, нужда вынуждила, ну, вынудила, вряд ли она от хорошей жизни пошла туда. Нет, я сто процентов считаю, что женщина, которая продает свое тело в современном мире, она мразь. Почему так категорично? Потому что если ты продаешь свое тело за деньги, ты все что угодно можешь продать и все что угодно можешь сделать. Это сейчас не те времена, когда в мире чума и нечего есть, и все с ума сходят, ни на чем добираться, или, блядь, вообще дышать нечем, или нигде спать, нечего одеть. Это просто легкий путь, быстрее заработать деньги. в таком случае мы тоже можем пацаны какие-то там еще. Поэтому я, конечно же, это осуждаю. Осуждаю и как бы презираю. А ты считаешь, обратная дорога есть у такой женщины? Смотри, наверное, надо брать индивидуальный случай. Если ее жизнь как-то заставила, грубо говоря, не дай бог, умер муж, ребенок-инвалид, где-то в очке живет, ничего, но не знает, как пойти на работу, потому что был муж, зарабатывал, ей не надо было, не приходилось, смотрела за ребенком, и тут осталась, стало в ситуации, где она не может купить ему какие-то необходимые для жизни лекарства, и она вот в таком раскладе идет это делать. То есть все-таки какую-то скидку и понимание ты можешь дать девушке? Я пойму, я начну ее понимать, вот у вот такой женщины есть обратная. путь. Ты у меня спросил, обратная есть, обратная дорога. Вот в таком случае, да, а когда ты просто понимаешь, что ты красивая, сиськи жопа, чуть-чуть инстаграм, и просто хочешь быстрее там 2-3 тысячи долларов заработать, и ты легко на это соглашаешься, у этого пути нет обратно. А парню, пацану, который может украсть чужое, ты бы как его оценил, охарактеризовал? Украсть чужое в смысле? Ну вот спиздить, вот он таким образом живет. То, что он хоть ворует? Да. Типа как на улице, просто вот так, воровской жизни. Да. Ну как его характеризовать? Есть люди, которые придерживаются этого образа жизни. Это для них как религия. Они так живут. Это его, ну как бы его путь. Он так, смог уграл у нас в детстве, как было. Смог уграл, не смог, поймали тебя, значит, какой ты вор. А если у меня что-то украдут, и я не следил, ну значит, я вот так смотрю за своим. А оценку какую ты даешь? Вот такой девушке ты дал оценку? Ну конечно же, конечно же, ходить воровать, это плохо. Конечно же. Ну какую оценку тут можно дать? Ты идешь, забираешь чужое. Да. Заработанное трудом. Ну да, конечно же. А какую ты оценку от меня ждешь? Что это хорошо, идите воруйте. Я вне за это. Да нет, брат. Конечно же, это преступление. Зайти в чужой дом, что-то забрать, конечно же, это должно как-то законом преследоваться. Почему я тебя спрашиваю, например, мне интересно, потому что ты же все равно как герой и персонаж в этих кругах достаточно популярен и тебя респектуют. Вот ты сейчас говоришь герой-персонаж. Да. Это надо отличать. мы показываем то время через этих персонажей, которым мы выросли. Просто мы это сделали с юмором. А у тебя отвращение было к этому миру? К какому? Ты сейчас говоришь за какой мир? За криминальный мир? Криминальный, да. Но криминальный мир разный бывает. Бывает криминальный мир беспредельный, бывает криминальный мир там насилуют, убивают, бывают на понятия, ты про понятия говоришь, Ключевое, криминальное, не важно какой он, он криминальный. Это тот криминал, где по беспределу себя ведут, конечно, я там отношусь к этому отвратительно. Если ты говоришь за тот криминал, где есть понятия и правила, то там если ты с этим миром очень хорошо знаком, там есть законы, тоже свои порядки, если в принципе их соблюдать, то тебе ничего не кажется. Я объясню, что я имею ввиду, про людей, которые не готовы работать, зарабатывать деньги честным трудом, а заниматься криминалом и не признают. Таких очень много, даже не в криминале. Ну, они много, все хотят не работать, быстрее заработать, какая разница. Но ты же работаешь. Да. Ты же не идешь, не воруешь, чужое не берешь, не жульничаешь. Я время ворую у людей, они смотрят меня. Не, ну, это не то. Это самое дорогое, что есть. Причем дипломата, бля. Но даже сейчас мы с тобой записываем, и сколько мы украли времени у людей? Час, полтора. Мы пользу несем? Какую? Просто мы с тобой вдвоем пиздим. А зачем ты тебя обесценил? Нет, я на это по-другому смотрю. Мы прошли некий путь с тобой, мы сейчас обмениваемся опытом. Каким ты просто спрашиваешь у меня вопросы, я отвечаю, я даже у тебя ни разу ничего не спросил. То есть это хуйня, то, что мы делаем? Да, это похоже, знаешь, что подкаст, это как, я помню, мои родственники собирались, кофе пили, и вот это был подкаст, блядь, вот там разъебывали так, блядь, всех других, кто не собрался в этот день, знаешь, это как сплетня какая-то. Нет, ну по сути, все, что мы делали, так или иначе, критиковали таким образом, что это можно оправдать. То есть, образ долбоеба, блогера, бездельника и так далее. все могли этим заниматься. Ты хотел, там куда-то вел по образам, что вот мы делали, вот я играл такого человека, которого, через которого передал то, что видел в детстве. Давай тебе объясню, что я, наверное, куда я клоню. У меня твой, вот этот ребенок, который превратился в этого инфантильного героя, создается впечатление, откуда он появился. Как будто в детстве, я же знаю, вот примерно представляю, районы и люди, в которых кругах ты общался. Я примерно плюс-минус оттуда же вырос, все это знаю. То есть, мой ребенок там не понимал всего этого. А твой ребенок, как будто, который вот так вырос и вот демонстративно плюет на все, как будто тоже оказался непонятым вот там. Есть вот эта параллель? Я вот правильно чувствую или нет? Поэтому интересно, теперь, когда ты сформировался таким бунтарем. Ты говоришь, именно детство. Тем более, когда ты сейчас сформировался таким бунтарем неким, по-любому на твоем пути и они тебя критиковали, они тебя не понимали. Теперь ты сформировался. Кто они, Амиран? Я просто не понимаю. Люди с понятиями, люди с криминалом, люди... Ну, я вот среди них рос. Да. Почему? Я с ними общался, я с ними дружил. Кто-то в тюрьме сидит, кто-то умер. От передозировки. Кто-то старчался. Кто-то нормально всё. Кто-то понял, что не надо уже так. Кто-то не понял, он до сих пор так живёт. Тебя принимали всегда? Вот с таким персоналом? Там же нет такого, что ты либо живёшь так, как мы живём, либо ты не с нами. Там же есть ещё обычные люди, которые должны просто жить, как хотят. Просто тогда время такое было, что это было на каждом шагу. На каждом районе был смотрящий. Каждая улица был смотрящий. И ты должен это учитывать. Когда выходишь на улицу, учитывать в своём поведении, как это на твоём поведении должно как-то отражаться. Ты должен себя вести. Но это правило обычное. По сути, это просто пацан должен остаться под сном. Вот вышло слово «пацана» сериал. Там говорят слово «пацана», но хотя там всё равно... По мне это больше беспредел. Если так посмотреть, они больше беспредельные времена показали. То, что я видел, вот там было слово «пацана». Потому что у меня есть истории, когда мои очень близкие знакомые из-за того, что не могли сдать вовремя деньги, которые проиграли в карты. Таван, не общак. Какой общак? Ты проиграл в карты, должен вовремя отдать. Не отдал ты фуфло. Фуфло — это значит, твое слово уже не имеет никакого веса нигде. Ты фуфлыжник, ты тебя не слушаешь. Ну, ты можешь там что-то говорить, но ты решать точно ничего не сможешь. И вот он не смог отдать, и застрелился. Вот так. Вот это слово пацана. Ты смотришь на мир сейчас через эту призму, в которой жил? Я смотрю на мир сейчас так, что я понимаю, что я и рад, что я это всё прошёл и увидел. И в некоторых вещах немножко не рад, потому что были моменты, когда мы детьми реально неосознанно творили вообще беспредел. Понял? И это было не то, что беспредел, а жёсткие вещи делали. Это было вот это вот влияние, немножко, понял? Нам казалось, что круто быть бандитами. И мне 15 лет, и я в 15 лет мог необдуманно, вообще без раздумий, ровно через секунду взять трубу и переебать, типа, блядь, просто поебалу трубу. Ты такое делал? Ну, ты в эту секунду, я даже не задумывался. Понимаешь? В 15 лет. 14, может. И это было вот то, что тебе кажется, что ты сейчас будешь. Понял? А переебать за что, за неправильно сказанное слово? Ну, что-то накосячил, какая разница непонятная. Ну, что-то не то сделал. И ты это... Вообще, вот за это я не люблю это, то, что я мог такое сделать. А за то, что я научился правильно находить себе людей вокруг, которые подделывают, неважно, мальчики или девочки, просто сказал, сделал. То, что отношение ко мне, к моей семье, к моим детям, к моей жене, и всё. У меня... То есть, благодаря этому я себе нахожу такой круг людей, которые относятся ко мне с очень большим уважением. И так же я к ним. То есть, вот эта вся история, она мне и помогает. И вот... Но когда я вспоминаю вот эту вот глупость, конечно, я думаю, блядь, вот мы долбоебы, понял. И как можно было такое там, так легко просто избить человека? Просто, прикинь? А за что? А он с нами, блядь, не поздоровался. Часто такое было, тёпло? Ну, было, Амиран, сейчас не сказать, что каждый день, но тогда сила удара же другая была, ты ребёнок всё равно, это не вот эти удары, которые сейчас ты там можешь одним ударом, или тебя, или ты можешь человека инвалидом сделать, я не говорю за себя, я драться в принципе не умею, просто, вообще вот, ну, нашего возраста уже люди там, даже чуть помладше, силы удара другие были, но жестокость-то всё равно остаётся, понял? Я вот это сейчас вспоминаю, я охреневаю. А ты сейчас, когда вот смотришь назад, тебе не кажется, вот это всё было очень примитивным, вот такое отношение к жизни, вот эти понятия, якобы, якобы, что имеешь в виду под понятиями, понятия, в принципе, которые знаю я, там очень много справедливости, там всё справедливо, а понятия, которые там у кого-то раз, понимаешь, если ты всех под одно пытаешься, есть, были какие-то авторитеты, которые возомнили себя авторитетами, да, которые там, вот решили они, что они авторитеты, но по сути могли совершать какие-то неправильные вещи, а были, которые совершали правильные вещи, и вот, и ты, может быть, не попал, там, ну, понял, пока он, ну, то есть ты его не увидел, ты увидел другого, может быть, откуда ты знаешь, под кого, ну, кто был у тебя, каким на районе, я вот понимал это в голове всегда, что не все говорят чётко, правильно, кто-то делал ошибки, когда старшаки подходят к тебе на районе, вот так вот перед тобой вмазываются ширкой, и говорят, если мы узнаем, что вы это делаете, мы вас разъебём, имейте в виду. Да, осуждаем, не поддерживаем. Конечно, я вот про это и говорю, что он был у нас там авторитетом каким-то на районе, вот, ну, вот такой он, кто, блядь, чтоб я с него примеры брал, ну, понял, вот это, конечно, я не знаю, а были, которые спортом занимался, и собирал, говорил, блядь, вы должны уметь, ходите на бокс, был у нас пацан, тоже серьёзный парень такой, но из этого мира, вы должны, блядь, себе на бокс ходить, понял, как в фильме слово пацана, вы не готовы все, блядь, ну, отправил нас всех на рукопашки, блядь, на бокс, туда-сюда, мы ходили, бегали, блядь, сигареты, кого-то видел, пизда всем, понял, вот это прикольно было, а тут, ну, а вот это, ну, конечно, я думаю, что тут надо вспоминать хорошее, я из-за этого и люблю, и ненавижу, потому что вот это время, когда берёшь лопату или трубу, типа, блядь, и вспоминаю, думаю, как мог решиться на такое, просьбой, про Собчак, про Собчак, у неё всё хорошо, она великолепная, очень умная, мудрая женщина, это мы уже все знаем, да, кстати, я тебе скажу, по-моему, все, кто дали интервью, у всех были проблемы, кроме тебя и меня, да, или у тебя были проблемы, у меня не было, пока слава богу, и вот два хача просто, это я сейчас зря сказал, она сейчас чего-нибудь там падает, хотя нет, ну, нет, после первого фильма, она, ну, давай, ты, наверное, что-то приготовил, я тебе сейчас, да, мне интересно, во-первых, как ты сейчас, какое у тебя впечатление от неё осталось, и как ты сейчас смотришь на вот это интервью, которое вы ей давали? ой, блин, наверное, стоит рассказать с самого начала, потому что, чтобы люди понимали, как это всё вообще произошло в принципе, потому что моё впечатление о ней после интервью, на это быстро могу ответить, а у меня было положительное, я даже с ней обнялся, мы так приятно на улице поговорили, она с дома уезжала, я в целом, у меня было ощущение, что очень круто всё прошло, и она мне такие хорошие, тёплые слова сказала, села в машину и уехала, и мне понравилось, ну, монтаж потом, который я увидел, ну, клянусь тебе, я сомневаюсь, что она сидит монтирует передачу, я, я сто процентов уверен, что это не она монтировала, у неё есть там редактор, на ухе, блядь, за Собчак начали говорить, отрыжка пошла, у неё есть редактор, и получается, он вот так собрал, но я не сказал бы, что там прям сильно, там нас размотали, тебе не обидно было, когда она назвала, очень, мягко говоря, плохим фильмом ваш фильм? Да так делают, ну, тысяч десять комментариев, мне вообще похоже, но именно она лично вам, а что она, что она в кино разбирается, или что она фильмы снимала, или она актриса, что она, почему мне должно зацепить её, для меня это было мнение, просто какого-то подписчика, который посмотрел, ему не понравилось, а если бы она была деятель, там, кинодеятель, который может подсказать что-то, может что-то объяснить, донести, или там, объяснить мне, почему я сделал неправильно, тогда, наверное, меня бы этого зацепило, а тут что она может мне подсказать? Ничего, просто может сказать гадость, чтобы и три, но зацепила всех, и чтобы у этого были просмотры, ну, говори, сколько влезет, если у тебя такая аудитория, которая любит это, ну, живи в этом, ну, блядь, говори бесконечно, и, кстати, в этом моменте она сказала, что камеры не работают, то есть обманула, там был момент, говорит, сядьте, я не помню точно этот момент, когда мы за столом сидели, все, да, Тома, я, Артем, нам сказали, что камеры не работают, и там, что-то они вот оттуда все равно вставили, ну, то есть понял, хитрец, хитрец, но, а я такой, у меня была иллюзия всегда, то есть, что, в принципе, все, кто в шоу-бизнесе, и все, кто в творчестве, хоть как-то друг с другом связаны, у меня была иллюзия, что они все друг другу помогают, понял, то есть там нету такого, что зачем, думаю, мы же в одной стране, ну, блядь, одной тоже делаем, зачем друг друга разносить, давай других, там, если кто-то, а тут потом, вот после Собчак, я понял, что нахуй никому нельзя доверять, понял, вот это пришло, но я сам попросил, чтобы она приехала, это тоже правда, я просто сам, для промо-фильма? Нет, это было после фильма, я попросил, и в сторис выложил, говорю, блядь, мы столько всего уже сделали, к нам никто не приехал, вот если бы Собчак приехал, я бы там дал ей интервью, проходит, два-три дня, и мне звонят, здравствуйте, мы от Ксении Анатольевны, туда-сюда, мы хотим там приехать к вам, и все, они приехали. Тём, хорошо, почему тогда у фильма с такой неплохой кассой такая низкая оценка? Ну, потому что никто, ну, как, никто не нажимает кнопку, что там, нажать оценку, поставить пять, шесть, но никто не ставит, я не знаю, потому что аудитория, например, скорее всего, там, Собчак, или это, или Баженов, или кто бы там ни был, они знают, что такое кинопоиск, и что туда надо заходить, и ставить оценки, это важно, и они с ней общаются, с аудиторией, со своей, это вот, о чём я говорил, что наш минус, что мы никогда не контактировали, не этот, а наша не знает, наверное, потому что непосредственно Каха, это фильм для фан-базы, именно ютубовской, и это не фильм, вот я хочу ещё раз, чтобы это, блядь, услышали все, как это возможно, ваша интернет-аудитория пошла смотреть. Я, вот это нашу, я хочу, чтобы люди поняли, что этот фильм не надо сравнивать с другим фильмом, не называйте его, даже фильмом, назовите его, блядь, стакан, я не пофигу вообще, просто мы хотим его делать, я не хочу награды, ничего, это исключительно для тех людей, которые когда-то поняли, что такое вот эти пацаны из улицы, это для них фильм, если ты это не понял, не ищи в нём ничего, ни темы, ни смысла, ни марок, ты уже не поймёшь, не надо, от того, что ты там поставил плохую оценку или хорошую, у меня тоже ничего не поменяется, я всё равно это буду делать, но наша аудитория, которая есть, она должна знать, что она должна нас поддерживать в этот момент, потому что их люди включаются, естественно, искусственно занижают и всё такое, конечно же это происходит, но я от этого иногда нервничаю, а с другой стороны думаю, да мне похуй, вот реально, ну чё, вот там, ну висит он вот так, ну пусть висит, я-то знаю для себя, что это, какой там результат, и сколько людей пошло в кинотеатр, когда ты в кинотеатр, там 20,5-3 миллиона человек поднял и затащил, это тебе не просто телевизор включить, там и кнопку нажать, это встать, запланировать вечер, купить билет, доехать, паркануться, блять, выйти из машины, зайти, купить попкорн, воду, потратить ещё 2 часа, чтобы посмотреть, выйти, сесть, доехать обратно, уснуть и подумать, что я блять посмотрел, ты у человека спиздил опять время, это не просто, и вот это мне ценно, я этот результат знаю, а то, что они там блять, кнопки какие-то нажимают и говорят, давайте разъебём этих блять, как он клетку показывал, и говорил, вот их блять, ну животных, типа, ну пусть, но если им это блять, добавляет просмотров. Тём, ты в Бога веришь? Конечно. А какие у тебя отношения с ним? Такой партнёрский, нет, ну, я иногда хожу в церковь, прям, хотя я тебе скажу, или попросить что-то хочешь? когда просто подумал об этом, вот даже просто подумал и пошёл, просто понял. Эксклюзив расскажу тебе, и мне было 7 лет, я очень сильно переживал, что у меня родители ездят в 3-4 утра на рынок, они на рынке торговали, что-то перепокупали, перепродавали, чтобы чуть-чуть денег заработать, и мы с детьми дома оставались. И я всё время, я с ними в комнате спал, брат с сестрой в другой комнате спал, и я спал на таком кресле маленьком, ну, то есть, я открывал кресло себе, это моё место было, и я каждую ночь перед сном там молился, вот в этом кресле, просто молился о том, чтобы, Господи, сделать, вот просто помоги так сделать, мне дай сил и возможности, мозгов, чтобы я мог поменять жизнь эту, которую я вижу, как они в свою молодость, из-за того, что у них трое детей, они, ну, они не живут своей молодой жизнью, они живут так, чтобы у нас ноги не замёрзли, там, мы поели в школе ровно так же, как другие дети ели, понял, а не так, чтобы мы отделялись, или, и для этого они встают, я вот так молился, каждую ночь, клянусь тебе, каждую ночь я засыпал, молился, и мне один раз снится, значит, я просто иду во сне и плачу от переживания, видимо, от того, что, ну, понял, что я столько, ну, реально волновался, что мне это в голове, видимо, отложилось, и я во сне иду и плачу, и переживаю, и вот так вот расходятся облака во сне, и спускается ко мне Бог, вот так сверху, берёт меня вот так за руку, и говорит, не переживай, говорит, вообще, ты зря переживаешь, ты знаешь, говорит, где твоё место? Я говорю, где? Он вот так поворачивается, говорит, вот там, и там вот так золотая гора, просто вот так, золотая гора блестящая, во сне, семь лет мне, и я просыпаюсь, бегу к маме, говорю, мне Бог сказал, что я буду жить на золотой горе, мама говорит, а как ты понял, что это Бог? У нас икона была в виде Иисуса, я говорю, вот, вот он, вот он. Тёма, а из-за чего ты плачешь обычно? Ну, знаешь, банально, наверное, сказать, от каких-то потерь, там, это понятно, что это слёзы всегда, они будут. Я давно не плакал, давно, но бывало моменты, когда я, ситуация была, наверное, это один из последних, это было давно, ну, лет 6-7-8, может, назад, не помню. Я в Москве работал в этом, в Comedy Club Production, писал сценарий и получал там какую-то небольшую зарплату, отправлял домой 40 тысяч, маме всегда, 20 тысяч себе оставлял и на них жил. И в моменте я понимаю, что это я специально так отправлял, чтобы мама думала, что у меня всё хорошо, понял, там, ну, тогда это, не сказать, что большие деньги, но более-менее нормально. И, и в моменте у меня, короче говоря, зуб заболел, и я понимаю, что у меня там тысяч пять лежит и больше денег нет. Я не позвоню же, маме отправь обратно, но это вообще кончится. Когда ты маме звонишь или домой звонишь, в принципе говоришь, мне надо 300 тысяч или 100 тысяч, это не так стрёмно, как мне надо полторы тысячи, понял, это как-то, прям вообще, она будет думать, а что он там, блядь, делает, что вот полторы тысячи. Нету, да. Да. И я пошёл, удалил себе, значит, в какой-то очень такой клинике, понял, прям, ну вот, на кухне считай, что, понял, просто к какому-то типу пришёл, удалился, и мне там зашили десну, и я не мог долго рот открывать, он не открывался у меня вот так просто. вот так кровь, и я лежу на квартире один и купил себе мягкий сок, вот этот, как он называется, через трубочки, да, да, чтобы хоть как-то через дырку сюда заливать, потому что я не мог рот открыть, чтобы покушать. и я вот там вот лежу и понимаю, что я не ел, наверное, уже сутки, и вот это начинаю вот так заливать, понял, и у меня вот так капает всё, и не могу туда пропихнуть, и в этот момент просто вот так, просто вот так плакать начинать. От беспомощности? Да пиздец, я просто подумал, за что, блядь, за что? и, ну, один ты, понял, вот эта тема, одиночество, наверное, это ответ на твой вопрос, наверное, одиночество, это слёзы, сто процентов. А ты много любишь вообще фрустрировать, вот там переживать, жалеть себя? Нет, себя точно нет, я могу, я иногда себя могу поругать, что я где-то что-то неправильно сделал, и это я прям сейчас понял, или там ляпнул, что-то не то, и вот, например, было после интервью Собчак, что-то я там ляпнул, какую-то хуйню, но я даже не осознавал, что я творю, если бы я сейчас пошёл, я бы, наверное, по-другому поговорил, а тот момент я вообще не понимал, ну, то есть, что-то происходит, и вообще не осознаёшь, что происходит, и глупостей, и понадел, ты пытаешься в каком-то образе разговаривать, понял, что-то защищаешься, на самом деле надо отпустить, ну, скажи, как есть, ну, скажи искренне, я не понимал это всё, сейчас понимаю, и вот, тогда я в горы уехал дней на 10, так заморочился, отключил, да, всё, меня друзья поддержали, поехали, им там такой смешной случай был, и я так не пожалел, что я поехал, мы просто выпили прям хорошенько ночью, и так весело время провели, и на территории комплекса, короче, это уже пандемия же была, по-моему, если не ошибаюсь, и на территории комплекса закрыто, всё, ничего не работает, а мы в Адыгее, в горах, вообще-то, в ближайший магазин километров 30, нет вообще круглосуточных, ночью, и мы с другом решили, что пока мы пива не найдём, мы не пойдём спать, а он говорит, я найду тебе пиво, и мы идём искать пиво, а мы знали, что тут есть ресторан, но он не работает, он закрыт, я говорю, если есть ресторан в очке мира, в горах, то по-любому люди, которые работают, живут где-то здесь, потому что они не будут сюда так рано встать, потому что, скорее всего, они на территории комплекса, а если люди здесь, то ключ от ресторана тоже здесь, мы нашли это место, где они спят, общагу, залезли, нашли ключ, я не знаю, как это всё получилось, у меня видео есть, нашли ключ, подошли к двери, открыли дверь, взяли из холодильника двери три бутылки пива, положили тысячу рублей на этот, закрыли ключом дверь, пошли ключи обратно к ним, в этот, где они спят, аккуратно, шёпот, вот так, положили, я не, вот всё повезло, понял, всё, что мы решили, всё получилось, и нашли, где спят, и ключ, который там лежал, мы нашли, и именно попал он, ну понял, вообще всё, весь план сработал, и мы вот так вдвоём сели с ним, троём, троём мы были, карик ещё был, и мы вот так, просто смотрим, возле озера сели, пиво пьём, и лебедь проплывает, понял, и дождь на нас идёт, я думал, я думал, как охуенно, блядь, вот так, лебедь плывёт, пиво, и этот охранник подходит, говорит, что вы тут делаете, блядь, такой злой, ну такой, и Кент поворачивается, говорит, пиво пьём, и утром, блядь, пиздец, оказывается, нам казалось, что мы нихуя не спалились, а там везде камеры, блядь, там приехали, оказывается, эти ночи всё слышали, они думали, бандиты грабятся, а потом это приехала хозяйка, она говорит, я когда по камерам увидела, что это ты, мы просто со смеху умирали, как вам казалось, что вы всё делаете, говорит, чётко, бесполёно, да, и я вот, спасибо, ей огромное, что она с пониманием, понял, отнеслась, это очень плохое, ну это было, но мы по сути-то деньги оставили, и план был такой, что если мы меньше тысячи заберём, то есть там как-то, если ты деньги оставил, что-то там нету, да, там срока, ничего такого, ну и они там столько смеялись, говорят, с вас одна фотография, и как бы вообще всё, типа, я говорю, да, конечно, проблем нет, даже какой-то подарок мне с собой отправили, вот это безумно смешно было, и вернулся обратно, вот так уехал туда, я даже там на лысо побрился, прикинь, настолько загнался, когда говорят, если тебе что-то не нравится, ты менять начинаешь, внешность хочешь поменять, что-то, а ты помнишь, что это было? Что-то я ляпнул у Собчак, Тёма, можно пользуясь случаем попросить кое-что? Что? Мне так нравятся маленькие роли какие-то в кино исполнять, там совсем маленькие, да? ну, совсем маленькие, этот, этот... Я, например, в Ёлках снялся у Кулика, я так был счастлив, у меня там роль вот буквально там две минуты на весь фильм. У меня есть идея вообще, в принципе... Извини, знаешь, что я просто понял? Вот когда меня зовут друзья, вот так, он просто меня настолько хорошо и давно знает, что он просто двумя-тремя фразами смог добиться того, что я, ну, расслабился и сделал то, что он хотел, а когда звали другие режиссёры, там, Бекмамбетова снимался, ещё что-то, мне, я ненавидел всё, что получалось, это я тебе про это говорю, когда ты знаешь человека, можно написать так, как будто он гениальный актёр, и он просто скажет, как ему удобно. Когда, конечно, у меня сейчас есть идея... Я тебя не ловлю под камерами, мы там... Да нет, ты можешь поймать, и даже если этого не произойдёт, значит, ты плохо сделал, это вырезали. Не, если всё сложится, то почему нет, давай... Тёмыч, спасибо тебе. Да, тебе спасибо. Спасибо. Это был Артём Калайджан. Поставьте лайк, оставьте комментарий, и подпишитесь. Видим всё в следующем выпуске. Поставьте лайк. Ну, поставьте ему лайк. Пусть будет этот... Что вам стоит? Просто нажать... Амиранчику будет безумно приятно. Да, и просмотров больше наберётся. Субтитры сделал DimaTorzok